приветствую вас друзья еще раз это вторая часть огромного 11 часового видео про продакшн поп-рок песни ну собственно кто смотрел первую часть все понимает но на всякий случай я запишу еще раз такое вводное слово для тех кто только сейчас нам подключился и кто не планирует смотреть первую часть первой части был снят процесс аранжировки записи тюнинг вокала кстати в первой части запись всех инструментов рассказ о том как записывать как ставить микрофон в общем подробнейший подробнейший отчет о том как мы как я делал эту песню во всех мелочах во всех деталях к сожалению видео длиннейшая первая часть вот 7 часов 2 эта часть будет 4 часа но зато очень подробно и тот кто посмотрит это видео может быть частями может быть возвращаясь к тому к чему-то и пытаясь запомнить все что я тут рассказываю в принципе может получить достаточно большой толчок в своем развитии как музыкального продюсера звукорежиссера аранжировщика инженера записи ну конечно из начинающих для профессионалов это конечно все банально понятно и неинтересно но может быть кто-то из профессионалов что-то почерпнет из этого видео вот для поскольку это вторая часть в принципе она может быть самостоятельной поскольку здесь описано сведения и звукорежиссеры которым неинтересно аранжировка и продакшн могут смотреть только эту часть то повторюсь вкратце кто и такой я виктор фарафонтов владелец студии звукозаписи blues минус основные какие-то такие вот известные записи которые и продакшна которые делаются 7b наек борзов конец фильма мара ну и другие артисты там если что можете на сайте моей студии сайт студии звукозаписи . rf посмотреть более подробно студии обо мне вот это видео не претендует на учебное это просто снят процесс как я именно под себя по со своим вкусом со своим опытом делаю песню для прекрасной певицы оля космос который у нас у нас совместный проект вот в первой части закончили мы запись сведения тюнинг и эта часть будет монтаж и сидеть в основном сведения монтаж там немножко полчасика монтаж это я думал к чему отнести монтаж к продакшену или к сведению смысле к аранжировке или к сведению ну решил что наверное все-таки к сведению потому что когда мы получаем файлы мы практически всегда вынуждены заниматься монтажом треков которые мы будем сводить вот и с тюнингом то же самое я думал к чему отнести тюнинг решил отнести все части по продакшену по производству песни по аранжировке и если вам интересно тюнинг и пошли иногда тюнинг это тоже можно отнести к сведению когда мы получаем треки на сведение часто бывает что вокала не потюнин и и тогда это в общем то часть монтажа подготовка к сведению тогда смотрите в конце предыдущей части вы можете в ютюбе так и набрать продакшен поп-рок песни часть 1 виктор фарафонтов вот а это соответственно часть 2 и там посмотрите как я тюнил вокал ну а теперь переходим к монтажу ну что в общем то на этом закончена такая часть продакшена существенная как аранжировка и запись до остался только осталось сведение и монтаж уже менее творческие такие части все партии записаны смотрите какая красота тут у нас все прекрасненько вот ну переходим к монтажу начнем самого простого это просто фэйды кроссфэйды сделать вот например у бэков мы одним махом сейчас сделаем фэйды и фэйды что они более-менее одинаковые я думаю что можно сэкономить время тем что просто одинаковые фэйды всем бэком сделаем та же история со скрипками сделаем наверное автоматические кроссфэйды просто нажатием клавишки x мы делаем вот они кроссфэйды автоматические фэйд ин фэйд аут так фэйда скрипка можно поплавнее сделать так вокалу мы уже сделали медюшным синтезатором это не требуется что там у нас дальше гитарки пройдемся по гитаркам а вот заодно кстати и сделаем стерео треки из двух моно гитарок левых правых тоже будет меньше фэйдеров будет будет удобнее работать так что тут у нас гитарок да все как обычно тут у меня тут зумы разные запрограммированы на контроллере чтобы побыстрее это делать например прыгаем в начало клипа или в конец клипа и зумом смотрим что нам там надо сделать так здесь кроссфэйды надо сделать вот такие какие-то какой-то лишний звук задвинем его гитарка есть вот теперь делаем из этих двух моно гитарок один стерео трек ага там что-то ему не нравится тогда мы сейчас их сбаунсим чтобы одинаковые были левый правый канал и куба есть не ругался что у нас разные каналы так у нас один прекрасненький стерео канал драйв так соляк еще надо тут подклеить что там у нас какой-то кроссфэйт а уже это сделано это сделано это сделано фэйдаут сделано вот в этом месте не сделано так что там дальше пиццикатная гитарка по тому же принципу вот здесь и тоже склеиваем два канала в один стерео канал та же история что ему не нравится что разные ивенты вот эти вот регионы сбаунсим чтобы они были одинаковыми и он позволил склеить так замечательно вот у нас стерео пицциката появилась еще я вот люблю удалять вот эти вот белые поля во первых лучше структура проекта воспринимается видно где играет где не играет во вторых компьютеру проще потому что кубейс когда нет аудио событий на дорожке он выгружает процессы из процессора так что там он дальше контрапункт посмотрим что тут у нас извиняюсь за то что у меня стул скрипит ничего не могу поделать смазывал смазывал бесполезняк так вот такие гитарки не обязательно очень точно можно с небольшим зумом делать такие контрапункты контрапункты так это интересно этот трек готов что там дальше остался бас ну пройдемся по басу ну пройдемся по басу здесь кросс фейд здесь фейд здесь фейд естественно вся в TVs такая муторная техническая но необходимая работа никто ее не любит но делать надо а вы можете промотать пока что прекрасненько судя по этой меточки мы в конце песни бас готов так вот там дубли то у нас не так уж и много в басу наверное я склею его для надежности мало ли чего вдруг проектом восстанавливать придется через год или два когда кубейс не будет существовать через 10-20 лет вернее тогда будет проще если все вавки склеены по тактам вот теперь у нас склеенный бас как будто так и было тогда вашей контрапункт склеим да и соло тогда уж склеить надо надежнее все-таки иметь исходники в склеенных вавках такие ситуации неоднократно бывали например у группы 7d такое было что пропал файл и пришлось собирать из кусочков вот этих вот которые в аудио папке лежат не переписывать же так вас готов петлю склеим то тут в этой петли что важно проверить чтобы все ноты были отквантизованы и не наезжали одну другую сделаю кванта из канты из хвостов и удаление перекрытий иначе она они могут перестать играть дальше переходим к монтажу барабанов очень важная штука вот тут помните когда мы писали барабаны я записал ваншоты это одиночные удары каждого барабана каждой тарелочки и вот сейчас наконец-то мы поймем зачем это было надо это нужно для точной фазировки вот вообще это очень важная дискуссионная тема надо ли синхронизировать и фазировать барабанные треки на кстати не всегда и не только барабанные например в оркестрах тоже эта тема очень дискуссионная очень такая живая посмотрите разработки володи ребенка на эту тему питерского звукорежиссера академического вот и то же самое касается барабанов что много микрофона мультимикрофонная запись и сигнал скажем от удара там запах эту по малому барабану приходит в разное время в каждый микрофон и когда мы включаем все микрофоны вместе получается что у нас смешивается сигнал в разное время с разной фазой и в разное время задержки в каждом микрофоне получается что вместо такого четкого и тонкого сигнала у нас размазка начинает фланжерить особенно там скажем тарелки если там микрофон и оверхедов и близкий микрофон тарелки начинает такой флэнджер вот и надо с этим бороться и считаю многие звукорежиссеры считаю что не надо она в принципе да в принципе она и так нормально слушается в традиционной в классической звукозаписи скажем запись основана на оверхедах и практически не подмешиваются тарелки даже иногда многие даже не пишут них это не райт не крэш и скажем для джаза для блюза это органично может быть для кого-то олдскульного рока и тогда да никаких проблем нету все слушается ничего двигать но я пытаюсь добиться модного современного звука и здесь возникают эти проблемы я пишу каждый инструмент с точкой я это вот на записи пояснял крэш отдельно х это отдельно райт отдельно еще оверхеды у нас каждый барабан естественно и поэтому все это может звучать несинфазно несинхронно и размазываться вот и как я с этим борюсь в основной принцип такой что нужно выбрать какой-то основной инструмент на котором мы делаем как говорит володя ребенка фокус то есть я вот в этой ситуации фокусируясь на хэте почему потому что хэд самый сложный высокочастотные инструменты стрелки он дает такой очень высокочастотный звук он постоянно присутствует песни ну или либо райт можно допустим часть песни где играется по хэту под хэд синхронизировать части подрайт и чтобы получить хай-файную запись такой чтобы подмосковных коттеджах на хай-энд аппаратуре все это слушалось на уровне и было и радовало хозяев ну а также кстати не только подмосковных коттеджах уже и многие наушники воспроизводят практически студийное качество есть уже беспроводные наушники которых я одеваю и поражаюсь насколько близко это к студийному качеству и там все эти нюансы нюансы слышны вот и еще такая цель для этого фазирования например микрофон хэ так проникая микрофон малого компрессируется в малом барабане и получается что у нас с компрессией звучит еще и сдвинутый немножко по синхронизации и это получается вообще такой звук и может быть для кого-то это мелочи но я педантичный занудный я все эти мелочи пытаюсь отследить и я поэтому по хэту синхронизируем бочку и малой не трогаем пускай не остается на месте чтобы время в котором дышал барабанщика играл оставалось оригинальным и нетронутым вот хэд в микрофоне малого барабана я хэд двигаю под него и потом ты так далее крэш сад их которые около хэта соответственно под микрофон хэта тоже и оверхеды двигаю почему двигаю хэда тоже такая спорная ситуация многие скажут что нет верхида это пространственный инструмент в старстве микрофон который формирует пространство и нельзя а пространство и время они очень связаны если у нас задержка идет в верхних микрофонах то мы ощущаем это как большую как бы глубину установки но все таки вот эти артефакты рассинхронизации того что у нас задержка удар микрофонах например на мелких нотах вот вы увидите сейчас я вам покажу на звуке например 16 мелкий и начинает рассинхронизироваться и двоить так как бы добавлять вместо вот так вот поэтому надо пространство не настолько теряется то есть это ощущение всей глубины у нас и так при моем способе записи оверхедов и так слишком много этого пространства и глубины ощущения барабанных микрофонов вот аромовые микрофон я не трогаю потому что рум это и так очень далекий он и так задержкой звучит и так это такой холл и отзвук пускай звучит в своем времени без без синхронизации вот и еще одна такая штука как я борюсь с фазами но это потом уже на звуке скоро покажу когда будем сводить дойдем до верхов что можно из-за верхов если получим их пытаемся получить такое сэмплава а кайна и такое звучание как будто и драм-машинка гибрид живого барабанщика и драм-машинки то можно в оверхедах просто срезать под корень вверх и весь вверх который высокочастотный который фазит и оставить его в близких микрофонах тоже вот такой второй способ ну хорошо посмотрим сейчас на практике вот ну начнем первое что обязательно надо делать несмотря на этот мой спич это такая традиционная штука общепринятая это синхронизировать верхний и нижний малый барабан микрофон малого барабана это понятно в общем-то не требует особых объяснений вот видите он начинается позже и соответственно и волна тоже вас немножечко не фазе получается берем вот и тупо двигаем чтобы и начало было примерно в один момент по времени синхронизирована и смотрим что допустим первая там полу волна пошла и она примерно одинаковая и верхнем и в нижнем треке и у нас вот эти пики вот видите они более-менее в фазе фазный он понизал низкие частоты в малом барабане будут более наполненно звучать будет более правильный полноценный звук дальше вот переходим теперь уже к части речи моей про хэд берем дорожку хэта крэш который рядом с хэтом малый барабан и overhead и будем показывать только их чтобы нам было удобней кстати удобно эта функция в кубейсе что нажал одну кнопочку у меня сейчас весь проект и показывается только те дорожки как с которыми я хочу работать так находим удар хэта ваншот так сказать хэта вот он красавец и примерно так на глазочек делаем так вот видите он приходит малый барабан раньше чем микрофон хэта поэтому синхронизируем их сам малый барабан и не хочу трогать бочку малый я не трогаю чтобы они оставались на своем месте чтобы ощущение грубо барабанщика оставалось правильное именно то что бочка и малый барабан самые громкие из самые инструменты которые больше всего влияют на задачу грува песня вот соответственно крэш который около хэта синхронизируем тоже с ним чтобы опять же там меньше было фазирование когда мы ударили по крышу появился микрофонах крэша не не пошел нас такой fire вот а вот этот вот спорный момент про который головы хэта вот они видите они приходят гораздо позже вот я считаю что в таком стиле музыки более правильно их подвинуть подходит в один момент чтобы у нас звучание было синхронизировано вот смотрите если послушать отдельно хэта и синхронизированные оверхэта сейчас это надо слушать не на одном ударе она на партии где играет хэта вот здесь например так так сверхедом теперь вернем его назад музыка 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 Вот на шестнадцатых слышно, что у нас пошло двоение хета. Вот и поэтому я считаю, что правильнее оверхеды подвинуть под хед. А так вот они четкие. Движемся дальше. То же самое делаем примерно с райдом, но теперь у нас оверхеды как бы уже откалиброваны по времени под хед. И мы теперь оверхеды не трогаем. Мы теперь двигаем райд, крэш, который около флор Тома. Он как бы к райду тоже относится, потому что мы играем либо по нему, либо по этому крэшу. И, собственно, да, все. Райд двигаем под положение его в оверхедах. Значит, выделяем райд, крэш флор, оверхеды. Вот, видите, микрофон райда, он приходит раньше. Мы его сдвигаем вот сюда, в его позицию. Ну и, соответственно, крэш хед почти попал. Крэш флор почти попал. Чуть-чуть подвинем. И осталось томы синхронизировать. Но томы есть два варианта синхронизировать. Бывает, что верхний том сильно пролезает в малый барабан, тогда лучше по треку малого его делать, фазировать, синхронизировать. Бывает, что в оверхедах он больше. Но как стартовую точку я делаю оверхеды, и если потом мне в звуке что-то не понравится, то я уже тогда это переделаю под проникновение звука тома в малый барабан. Но пока что под оверхеды, как стартовая точка. Так, вот он у нас, наш том прекрасненький пришел. Это у нас верхний том, значит он должен быть по левому оверхеду. Видите, он в левый оверхед раньше приходит. Так. И теперь. Флор том то же самое. На самом деле, конечно, можно этого не делать. Многие этого не делают. Это не так сильно влияет на звук. Но мы же педанты с вами. Мы же хотим делать, чтобы это было все идеально. Поэтому делаем. Так, вот такая вот сложная эзотерическая штука, как синхронизация и фазирование микрофонов барабанов закончена. Что ж, теперь переходим к еще одной интересной штуке. Тоже такая спорная в звукорежиссуре вещь. Надо ли или не надо, например, вырезать отдельные удары томов и отдельные удары крэшей. Опять же, в джазе, в блюзе можно не делать. Или там в какой-то поле живой музыки, типа там фолк какой-нибудь натуральный. Но, опять-таки, мы делаем современную песню с полуэлектронным звучанием, эстрадную. В общем-то, тут надо делать такое сэмпловое звучание. Как будто бы это у нас запрограммированная драм-машинка. Но все равно, конечно, ощущение игры живого барабанщика, оно останется. И все равно будет у нас из двух миров возьмем лучше. Из мира живой игры, там мелизматику какие-то, совершенно не одинаковые удары. Каждый, например, хэд будет каждый раз там разные, чуть-чуть разные приоткрытия, разные попадания палочки. Но по времени будет все очень четко, по гейтированию будет четко, как будто это сэмпл сыграл из драм-машинки. И это нам придаст современности в нашем звуке. Поэтому, уничтожившись, умнейшись, берем и вырезаем. Так, я люблю как делать. Беру дорожку оверхедов и томы и крэши. И слушаю на слух, сколько там можно отрезать, не отрезать. Вот оверхеды и наши два тома. Сейчас примерно громкость этих дорожек подстрою, чтобы ориентироваться. Вот оверхеды, вот с томами. Это чтобы нам понять, сколько сустейна нужно оставить, натурального. И вот так вот тупо. Сейчас я сначала с большим зумом вырежу те места, где явно не играют томы, чтобы просто время не терять на отслушивание и просмотр этих мест. Вот, а уже с более хорошим увеличением вырежем сами удары. Вот просто каждый удар у нас будет как отдельный сэмпл. И на слух сейчас послушаем, сколько им сустейна оставить. Да, достаточно. А тут у нас он даже сам заглох довольно быстро. Сам заглох быстро. Так, следующий. О, довольно длинный. Оставим много. Вот органично закончился, музыкально. Дальше. Ну, такой-то коротенький, заглушенный тарелками дальше. Поэтому лишнего не надо, чтобы каши не было. Так, отлично. Где-то здесь нам надо закончить. Отлично. Отлично. Вот этот должен долго звучать. Поскольку пауза, и он такой, как вколотили его. Ну, вот так. О, готов! Продолжение следует... 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 Примерно так. Особенно в тяжелой музыке это важно вот так вот крэша вырезать чтобы так через гитару прорезались в тяжелой музыки без крэша не то тут вообще у нас жесть один крэш скорее всего даже я райдовый микрофон выключу потом это на миксе посмотрим отлично ну что ж зашибись осталось только фаиды на сделать всем им сразу но смотрите грамотный продакшн первый крэш ровно посередине песни вот это развитие так и с монтажом барабанов последняя штука которую я делаю это я вырезаю тишину между бочками опять же из тех же соображений что это у нас электронная сэмпловая музыка и бочка должна как будто это у нас драм-машинка такая вот у меня творческая задача стоит вот есть интересный хитрый прием как сэмпл красиво агитировать бочку смотрите делаем команд c скопировали нитируем нашу бочку дальше вставляем пейст на то же самое место видите у нас ставилось события поверх того заметки ровно теперь вырезаем автоматически тишину видите наше заметки ровно события теперь проглядывает беленьким и нам будет очень просто посмотреть что мы пропустили и увидеть удары которые компьютер не отработал так но это вот мы делаем какую-то там уже вручную гейт делаем сейчас послушаем если нужно что-то вроде электронного сэмплом вот и сейчас смотрите вот этот хитрость имитируем треком нам покажет вот видите как хорошо видно черненькие на фоне беленького просто пролистываем чтобы увидеть не пропустили ли мы какие-то удары или наоборот не сделали не агитировали ли вы какой-то там том например и в бочку записали это же потом у нас бочка будет управлять каналом берс супер низа и не изгенерированного зачем нам лишний супер низ на ударе тома или малого не нужен посмотрите все чистенько но это хорошо виду вот и немалые барабаны по-моему у нас удача ни одного промаха да замечательно если был промах тут бы было видно что мы пропустили удар бочки тогда вручную подправил да все нормально удаляем этот вспомогательный наш заметированный ивент так ну вроде бы все к сведению готовы что еще осталось это сделали это все у нас аккуратненько ну вот удалю еще и лишние треки чтобы при импорте в шаблон сведения не путаться там эти фиксы какие-то гательные тут у нас есть input output channels так оставим только такие только треки с важной и нужной информацией создаю новый проект по своему шаблону вот у меня есть шаблон сведения вообще тема шаблона эта тема достойна отдельного обсуждения что вот говорят про шаблон что это плохо что якобы плохо что это шаблонное одинаковое звучание на всех песнях повторения типа плохо у мастера на самом деле нет шаблон это хорошо это шаблон это не повторение это почерк мастера это фирменный звук вот то же самое можно сказать там скажем про моих кумиров звукозаписи крис лорда элджи эндрю шепс райана хью это у них у всех есть шаблоны и у них у всех есть узнаваемый свой звук за которым собственно к ним люди и идут и то же самое со мной уже мне многие говорили что можно сказать что вот этот звук фарафонтова и мы хотим именно такой звук и шаблон как раз этому способствует и более того вот вообще это в бизнесе такое понятие что лучше не распыляться широко на разные темы а долбить свою узкую точку и быть специалистом по одной теме тела об этом говорил в предыдущей части тогда к вам именно все кому нужен такой звук все придут к вам если вы будете специалистом широкого профиля то ну так сказать к вам будут более случайные люди приходить вот и еще почему в шаблоне ничего плохого нет потому что все равно в музыке у нас получается так что буквально там я говорил об этом тоже в предыдущей части гитарист допустим приходит другой и на тех же самых настройках на той же гитаре он все равно получит абсолютно другой звук и даже если мы полностью соблюдаем технологию сведения записи одинаковая песни к песне все равно звук у каждой песни будет совершенно другой из шаблон нам совершенно этому не помешает просто будет в целом какой-то общий почерк вот такого звука почерк мастера вот кстати крис лорд элджи эндрю шепс и райан хьюитт много раз говорили что они используют шаблоны и постоянные настройки например там крис лорд элджи в реке стоят приборы которых которых он ручки не крутится не трогает годами он просто заходом как бы гейном захода в эту в этот прибор это в эту параллельную обработку с прибором уже настраивает конкретный звук под каждой песни в принципе в то же самое увидите и в этой сейчас я вам покажу в этой работе что многие шины я даже не буду открывать и не буду менять настройки например вот шину параллельно параллельной компрессии бочки ямалого барабана вот я вам показывал шаблон у меня есть такая шина куда посылается и бочка ямалый параллельный комп и параллельно подмешивается компрессор dbx 160 160 мы даже не будем открывать то же самое шины параллельного дисторшина на барабанах и со многими другими шинами скажем там на вокале какие-то там короткие дела и прочее вот и что еще и этот мой шаблон он складывался годами может уже практически десятилетиями как он формируется у меня допустим получается какая-то хорошая работа допустим я хорошо сделал там трубу сделал добился кого-то потрясающего звука и из текущей этой работы импортируя настройки этого трека для трубы в шаблон и уже следующий раз я стартую с этих настройках таким образом мы скилл как бы опирается на то что уже накоплено и сделано хорошего и получается еще лучше потому что я как бы двигаясь от этой точки еще дальше развивая свой звук и в процессе настройки звука в каждой песне там каждый relatu creche уже на своих хороших настройках уже двигаюсь дальше и конечно это эти настройки все настраиваются и меняется в каждый песни поэтому все равно звук получится разный даже несмотря на то что даже если быть одинаковые партии на какой музыканты играли потому что все равно я каждый раз адаптирую подстраиваю но вот уже мы имея какое-то вот какие-то эти прекрасные настройки это уже хороший старт и мы балансируя уже и меня их настаивая уже сразу практически только вкачав голове треки в этот шаблон уже получаем какой-то стартовый хороший звук ну и конечно это и позволяет еще и нам быстрее все дело потому что если бы я создавала тишина сейчас на ходу я потратил часа два у нас всего там сведение 4 часа занимает давно там 6 это фильм уже в урезанном немножко виде 4 будет вот и я бы часа два потратил я уже тоже в первой части об этом говорил что творческая энергия человека ограничена если мы целый день посвящаем сведению то у нас вот есть со звуком человек может работать часов 6 продать плодотворно и продуктивно из этих шесть часов если мы час даже если мы потратим на создание шеи назначение плагинов на роутинг на продумывание каких-то там параллельных компрессий то у нас останется меньше творческой энергии и поэтому в плане получения даже лучшего звука творчески лучшего звука шаблон это тоже плюс ну хорошо так вот открылся наш шаблон темп ставим нужный и импортируем сюда все наши треки из оранжевалочного проекта так сначала все аудио треки в кубейсе очень удобный импорт довольно гибкий вот смотрите например выбираем все барабаны нажимаем select matching ну соответственно таки он сам автоматически их назначает на нужные треки так нужно нужны только события с пока приходится немножко процесс три этапа делать сначала аудио потом миди инструменты и потом еще гитарные плагины отдельно так важно не пропустить ничего чтобы не забылись какие-то партии скрипки так открылась теперь вот они все стали на свои места и это прекрасненько вот они появились маркеры так петля здесь это микшер сейчас мы в петлю вот наша петля новая это шаблонная петля я настройки канала переношу вот так из шаблонной петли в новую петлю маркеры используем новые вкачаные оранжер трек он у нас почему-то не умеет экспорт импортировать берем через клипборд переносим command c command v так сказать драм с рыба нам не нужен и вот все клавиши назначаем их на шины клавишей помещаем клавишные папочку и место в шаблоне для клавишей так и раскрашивать еще все звукорежиссеры любит раскрашивать я тоже обязательно надо раскрасить клавиши мне синенькие так клавиши на своем месте микс у нас нет информации на нем так и гитарной планирую осталось перетащить потому что они в шаблоне не могут быть правильными потому что они правильные в фаверне аранжировки так для этого надо импортировать только гитарные треки и передали перетащить оттуда плагины эмуляторы гитарных камбарей у нас тут вот их сколько пять штук без ивентов только настройки так теперь плагины распределим сейчас их раз поставлю в нужном порядке клин пицца пункт соло clean кончим drive на drive пицца контра пункт на контрапункт и соло Так видите каналы удаляем замечательно что еще надо вкачать все темп вкачано рейнджер трек вкачан корт трек вкачан замечательно вокале там у нас и в бэках плейлисты нам нужны вернее не плейлисты трек вершинс старая протузовая закалка сказывается у меня я же протузы 10 лет работал вот только два года на cubase cubase лучше намного вот и теперь по моему это последнее по подготовке к сведению мьютируем все остальные треки только бочку и будем начинать сводить с бочки но это уже завтра уже поздно и сводить надо на свежих голову поэтому я стараюсь шаблон всегда и монтаж делать в один день сведение со звуком уже в другой день создаем петлю на походах которая начну сводить петлю для бочки съедался первый удар бочки и на 16 двигаю вперед так здесь на 16 и создадим круговой маркер назовем его бочка и завтра объясню почему надо с бочки начинать ну что друзья продолжим мы переходим к последней стадии создания песни к сведению ну и мастерингу который в общем то я считаю составной частью сведения и считаю что мастерингу уделено слишком много таких мифологических и кто там мифологического внимания не соответствующего реальному вкладу в дело в дело создания песни вот и для начала давайте расскажем о структуре проекта структуре нашего шаблона и проекта что от этого зависит фактически вся технология сведения которые применяют да общем то не только я многие такую технологию применяют потому что потом в процессе уже непосредственно работы с треками со звуками многое в звучании этих треков будет определяться именно технологии создания вот этого шаблона чтобы к этому потом не вращаться нужно сейчас сразу быстренько поэтому пройтись ну смотрите сначала я расскажу о иерархии нашего шаблона структуре вот смотрите в этой структуре проекта у меня все иерархично в принципе это стандартно этого всех так в шину мастер приходят две шины отдельно микс и музыка это для того сделано чтобы можно было посылать вокал в обход музыки и делать компрессор с айчейном от вокала на всю музыку немножко когда поет вокал чуть-чуть прибирать громкость всей музыки от этого разборчивость слов становится выше вот это вот как бы предпоследний иерархические на две шины вот а совершенно на микс приходят вокалы на шину музыка приходится остальная музыка дальше вся остальная музыка поделена на группы на тоже так это стандартная ситуация все так делают отдельно группа барабанов вот у нас здесь вот есть драмс и параллельные барабаны но еще барабаны дистошн подмешивается туда группа баса пас гитары вот басовая машина гитары клавиши дальше дудки скрипки и вокалы но вокала я повторюсь идут уже на нас машину микс следующий есть степень иерархии это уже шины внутри собственно этих подгруппе этом в группу барабанов барабана приходит из разных подгрупп это вот бочка вот группа бочки вот она шины куда приходит несколько каналов формирующих бочку малый барабан вот тоже сейчас мы это все подробно будем проходить железо отдельно потому что железо требует для того чтобы без компрессии попадала в шину барабанов сэмплы румов что там еще ревера ревераторы малого барабана вот это вот подгруппа как бы барабанов ну и соответственно все остальное гораздо проще например там в гитарах уже нет никаких подгрупп просто треки гитары идут непосредственно на шину гитар вот какая еще у нас есть особенность там бейки кстати тоже идут отдельно у нас на шину music не на шину микс они баки должны тоже немножко прибиваться от компрессора с анчейным вокалом это все понятно это все просто маленькая особенность какая у меня тут сделано у меня сделано еще это дополнительная шина так называемый rear bass это шина изобретенная по слухам эндри шепсом что она себе представляет вот она тоже нас приходит на шину музыка music в этой в эту шину идет все кроме барабанов и компрессируется вот здесь стоит компрессор 1176 это нам дает некую замечательную склеенность и взаимодействие вокала со всей остальной музыкой барабаны не идут в эту шину и эта шина параллельно подмешивается к как бы к мастер шине музыка которая уже идет на мастер фактически смотрите на каждом на каждом важном таком треке где собирается группа инструментов посылается у нас это вот гитары да найдем гитары вот гитары идет посыл на rear bass на этот самый и там в этом мари арбасе вся эта музыка склеивается с вокалом взаимодействие с вокалом и когда у нас к вокал и музыка компрессируется одним компрессором в параллельный подмес то получается так что они взаимодействуют между собой допустим если у нас выплескивается больше сигнала вокала дата компресса прибирает прибивает немножко общий это сигнал и музыку и вокал получается что там такое динамичное взаимодействие как даже на как описать но это надо вам будет самим послушать когда выключаешь эту шину то как будто бы становится более такой сухой менее музыкальный звук ну сами попробуйте будет понятно собственно вот по структуре проекта более-менее понятно а вот еще маленькая сложность у нас с вокальной шиной вот смотрите у нас вокал идет через дополнительную шину вот сам трек вокала вот он есть вот он он у нас идет на шину вокалов вот в один бас на этой шине уже обрабатывается плагинами и идет посыл на еще одну шину с которой уже идет обработка эффектами вокал для чего так сложноватенько сделано сейчас объясню вот смотрите это идет на пасент 1 на вокальную шину вокальных эффектов вот она здесь тоже у нас собрана в эту effects вот она фэйда стоит на нуле антажина тут значит только для того чтобы посыл на вокальные эффекты сделать без атак вот здесь смотрите стоит у нас тренджерный дизайнер с полностью срезанными атаками и очень мощный диэсер вот смотри дикый диэс там минус 40 практически у нас стоит чтобы у нас эски и взрывные какие-то звуки с хорошей атакой не попадали в реабирацию вокальную например как он слушается когда вот такая штука не учтена то скажем буква с когда попадается вокале громкая такая у нас выбираться идет такой плавный ревер-ревер потом вдруг вдруг я взрыв такой и буква с размножается нашим убираторе тот признак того что не учли этот момент это не очень мило не очень музыкально слушается вот а уже с этой шины вот смотрите у нас уже тут и посылается на разные дела и на холл на плейд вот что еще по структуре надо рассказать эффекты меня вот есть какие-то стандартный набор эффектов вот они но это типа реабираторов которые стоят постоянно в проекте и я уже знаю что они у меня в шаблоне записаны какие примерно треки на какие примерные эффекты надо подавать вот смотрите гитарный рум отдельно стоит и у меня я всегда там гитару пытаюсь послать немножко на рум и послушать там становится больше объема это лучше или хуже для рок-песни допустим это на для поп-песни меньшей степени но тем не менее вот с появлением этого прекрасного плагина ocean way what ocean way я перестал записывать гитарную комнату многие вот опять же у нас звукористской среде идут такие споры между пуристами сторонниками натуральных записей там натуральный гитарный комбар натуральную комната я раньше тоже был привержен сам этого писал допустим гитару и микрофон комнаты писал и прямой микрофон но с появлением этого плагина я понял что в этом практически никакого смысла нет давайте вот объясню как более наглядного допустим у нас этот плагин имитации комнаты звучит вот на 90 процентов от реальной комнаты на самом деле можно поставить послушать реальную комнату этот плагин и разница не такая большая но с пользой реальной комнаты она есть и вот эта разница допустим будет 90 процентов здесь реальная комната но поскольку этот громкость этого подмеса эта комната в реальном миксе она вот такая здесь директовый сигнал а вот так вот громкость комнаты то смотрите вклад уже разница плагина и реальной комнаты вот такой вот минимальный и на фоне общих затрат на производство песни, этим можно пренебречь совершенно спокойно, потому что вот этот вклад превращается там из 10% в 1%. И этот процент мы лучше компенсируем тем, что я не буду бегать расставлять микрофоны комнаты, а лучше я потрачу больше своей психической и творческой энергии на придумывание более классной партии, лучше я больше дублей сыграю и получу более мощную, более эмоциональную гитару. Вот такая вот штука. Дальше. Гитарный дилей. Тоже практически все гитары слушаются достаточно сухо сами по себе и требуют того, чтобы немножечко их для склеивания и размазывания в миксе, дилеем немножечко как бы отдалять и углублять внутрь микса. Потому что иначе они довольно отдельно от музыки слушаются. И для этого у меня есть такой стандартный дилей. Опять же, стараюсь использовать немножко другой плагин, чем для, скажем, вокального дилея, чтобы там и тембрально, и по характеру звучания немножко разнести. Вот, например, для гитарного дилея мне такой вот нравится. Плаган-микс. Вообще, замечательные плагинчики. Вот видите, эхофлекс. Опять же, четвертями как старт. Потом, когда будем делать гитары, я пошлю на этот ревер, послушаю, на этот дилей послушаю. Если четверти нам не подойдут, то заменим на восьмые. Здесь их два, потому что немножечко разное время задержки я делаю, чтобы превратить дилей в стерео. Чуть-чуть там отличающийся время задержки делаешь, и он уже прямо из центра дилей расплывается по каналу, превращается в моно. Но опять же, мне нравится имитация аналогового дилея, что здесь есть эмуляция того, что это пленка, она модулирует по высоте сигнала. Тоже там срез вверх идет большой, как во всех хороших дилеях. Опять же, общее правило, в дальнейшем даже не буду, наверное, нажимать, этот спейлтранжен дизайнер на всех эффектах у меня стоит. Везде срезаю на пасыле эффектов атаку. Например, на малом барабане это прям критично. Это слышно, допустим, во время удара малого барабана у нас такой щелчок, и он начинает в ревербераторе размножаться так. Некрасиво. А когда атака срезана, то после удара у нас получается и плавный такой размытый ревер, который работает именно так, как нам надо, именно на создание объема. Дальше. Тут все просто. Дилей восьмыми, эхо-бой, опять же, хорошенький, с имитацией аналогового дилея. Дилей четвертыми. Дальше все очень просто. Холл, плейт и большой ревер. Я там посылаю, допустим, на холл инструменты, на плейт вокалы и соло-гитару, а большой ревер что-нибудь типа скрипок или дудок или солирующий инструмент. Вот. Здесь я для этого всего дела уадовские ревера использую. Мне очень нравятся имитаторы плейтов. Вот здесь, допустим, для холла 140-й плейт, для плейта 250-й, имитация ЕМТ-250-го, уадовская. Я практически даже не использую всякие алгоритмические имитации типа лексиконов, не использую импульсные реверы. Мне больше всего нравятся вот такие ревераторы, имитации плейтов. Вот. И для скрипично-трубочного ревера большого у меня вот саун-тоисеский литл плейт мне приглянулся. Опять же, это все не догма. Если в процессе там песня, допустим, сильно отличается, скажем, какой-то джаз или там, не знаю, фолк-музыка, мне захочется все это поменять, я начну копаться, менять эти реверераторы. Вот. Но в данной ситуации у нас ситуация простая. У нас есть альбом с утвержденным уже альбомным звуком, мной утвержденным, вот, где ничего менять не надо, надо только фактически получить такое же звучание, как у всего остального альбома. Дальше висей фейдер для того, чтобы вот все эти ревераторы все вместе одним движением прибрать или прибавить. Это очень удобно, когда уже песня готова, допустим, если мне показалось, что она слишком мокрая, чуть-чуть берем, прибираем, и раз, все ревера прибрались, и песня становится чуть более сухой. Или наоборот, там не хватает нам пространства, берем, одним движением добавляем. Про риарбас я уже рассказал. Дальше. Вот еще одна интересненькая шина. Шина, куда идут все вокалы для того, чтобы сделать их немножечко более размазанными. Сам по себе голый вокал, когда приходит, он такой, как такая точка посреди лба у вас, и хочется сделать из него какой-то шарик небольшой, или там что-то такое, фигура, которая не строго посередине в фантомном центре находится, а немножко занимает больше пространства. И для этого просто использует... Кто-то, допустим, делает модуляцию, вокал подмешивается немножко с меньшей частотой, сюда с большей частотой, с задержками, с модуляцией, этой модуляцией плавающей. Вот. Я раньше тоже так делал, но сейчас Изотоп выпустил замечательный плагин, где все это уже в нем зашито, и нам особо думать ни при чем не приходится, ни о чем он сразу хорошо звучит. Вокал-даблер. Вот это он делает, эту штучку. И замечательно. Вот. И еще для той же фактической цели короткий стерео-делай. Это тоже классика жанра, тоже можно особо не останавливаться на этом. Но, естественно, срезать верх на нем надо сильно. Вот. И весь основной вокал проходит через вот эту вот шину, и потом только поступает уже в шину Mix. Так. Что еще тут у нас есть интересненького? В барабанах есть несколько подшин. Это шина общая для бочки, общая для снейров, для железа. То мы сразу идут в барабанные группу. Вот. Небольшая есть такая шина для подмеса параллельной компрессии, куда поступает и бочка и малый барабан и компрессируется оба одним компрессором. И тоже это немножечко таких делает более пружинистыми, выпячивает немножко In-Your-Face. Вообще большая трудная задача в гитарной музыке и в рок-музыке добиться, чтобы барабаны конкурировали с гитарами и пробивались через них. И вот такие вот шины параллельные типа вот этой вот компрессии бочки и малого барабана отдельно. И еще вот я вам уже показывал шина такая же дисторшн, есть параллельный дисторшн подмешивается вот здесь вот параллельный дисторшн здесь просто какой-то там дисторшн плагин, который у меня был, поставил. Ну и естественно нужно на нем какие-то резонансы и противные частоты подрезать. вот что еще внутри ну собственно вот все хитрости с барабанами внутри барабан внутри бочечной шины у нас сейчас пойдем подробно там сама бочка сабниз низ клик от бочки сэмпл бочки электронный сэмпл бочки малый барабан тоже из нескольких треков у нас формируется из нескольких шин. Ну естественно верхний и нижний микрофон подмес сэмпла подмес электронного сэмпла дальше для модности подмес клэпа если нужен будет или не нужен посмотрим. Вот железо все поступает у нас минуя шину параллельных параллельной компрессии барабанов поступает сразу в шину барабанов а вот смотрите скажем там малый барабан идет на шину drums parallel вот что это такое вот есть шина drums барабанная шина она не только лимитер вот и по-моему последняя из структуры нашего проекта это осталась шина параллельная шина параллельной компрессии барабанов тоже совершенно классическая штука можно не останавливаться об этом вы все знаете что можно параллельно подмешивать компрессор к барабанам вот здесь для этого сделана шина drums parallel здесь вот стоит у меня компрессор API естественно эмуляция не сам компрессор ладовский наиболее такой классический типичный компрессор для этой цели вот дальше мастер-шина мастер-шина это тоже тема серьезная достойная отдельного разговора многие звукорежиссеры считают ересью сведения под мастер-шину говорят что нужно сделать микс чистый без компрессии без лимитеров и потом уже его разгонять я считаю как раз что это не так это для современной музыки абсолютно неверно абсолютно верно обратно что надо сводить под мастер-шину и вот почему когда мы включаем на мастер-шине компрессор расширитель панорамы лимитер там еще один лимитер у нас меняются балансы инструментов у нас меняется панорама у нас меняется количество реабирации ощущение глубины реабирации глубины фонограммы в общем практически все едет ну самое простое это баланс то есть громкость допустим малого барабана громкость вокала соотношение громкости все едет громкости гитар практически все и мы не можем делать так что мы не управляем этим процессом что мы отдаем на откуп это случайному мастерингу который сделает мастер-инженер не погруженный в эту работу просто он там разгонит нашу фонограмму и получится какой-то абстрактный баланс процесс должен быть управляемым поэтому обязательно сводить под мастер-шину но еще есть еще и такая штука а ну кстати вот есть стэм мастеринг можно возразить что можно стэмами отдать мастер инженеру но стэм мастеринг это дорогая штука на по стоимости практически как сведения и я думаю что мало кто из наших артистов способен оплатить и сведения и стэм мастеринг еще такую же сумму поэтому как правило отправляется просто на мастеринг и получаются случайные балансы панорамы и убераторы вот и когда мы делаем под мастер-шину мы получаем еще и предсказуемый результат но не только предсказуемый на еще и более конкуренты потому что сводя под мастер-шину мы делаем как мы мы слышим где начинается искажение скажем если мы слишком добавили вокал или слишком добавили много саб низа и мы автоматически полезем приберем на мастер-шине разгон например поменяем компрессию и будем адаптивно возвращаясь периодически к мастер-шине сводить наш микс и и таким образом расскажу такую штуку глобальную что лучший мастеринг это микс потому что на миксе у нас есть все по каналам отдельно по разным деталькам разложено например если нам не хватает высоких частот что можем сделать на мастеринг просто подняли высокие частоты у нас появился общий такой харш все бы там и сибилян ты лишние полезли это железо не нам не за непонятное крэш и полезут на этом в румах какие-нибудь шуршащие железки полезут а так мы полезем когда у нас мастер-шина под контролем под нашим процессе микс а мы лезем конкретный трек конкретного скажем хэта на хэти добавляем верха или там на акустической гитаре и получаем большее количество нужного верха в мастере или допустим не хватает нам сабы не за там какой-то танцевального да мы лезем в канал саб низа прибавляем его и не надо нам колдовать на мастере скажем там прибавлять мастеринговым эквалайзером низа и таким образом портя всю фанеру и вытаскивая там ненужный низ из других треков вот давайте в двух словах я покажу что у меня используется нам в мастер-секции вот вся мастеринг цепочка она такая стандартненькая самая первая это мастеринговый эквалайзер совершенно все понятно все стандартно обычный эмас эквалайзер где иногда там скажем я после окончания работы вдруг мне кажется на следующий день что серединке вы прибавите раз там прибавляют и серединке немножечко вот или там не знаю а еще этом эквалайзера расширяются панорама немножко от видеть сто тридцать процентов сразу тоже это есть в этом смысл что может показаться на первый взгляд что это довольно смешно типа мы сначала расширяем панораму а потом панорамными ручками в самом трекинге сужаем панораму чтобы это компенсировать на самом деле нет то что мы таким образом получаем расширенные какие-то панорамы всего каких-то там звуков от работы отражения эмуляции комнаты или там стерео сэмплы какие-то расстояние пространственные какие-то ощущения они немножко расширяются усиливается и это дает больший вклад чем то что вот мы там панорама туда-сюда двигаем это важнее оказывается для звука это это плюс вот что еще стандартная история связаю я вот 33 герца срезаю под центральном канале и чуть побольше в сайт каналах 40 40 герц ну и естественно современный мастеринг это обязательно моно монофонизация низа вот у меня монофонизация не зайдет ниже 60 герц там уже практически непонятно из какой колонки идет у тебя низ ниже 60 герц но если он будет нас не помещен в центр под динамики будут разно работать разнобой и мы получим меньшую отдачу динамиков лучше когда они по низу синтфазно работают и кача будет больше от этого отдача по низам но опять же сделать выше то например стерео гитары тяжелые для дисторшн гитары которые строго по краям панорамируются чаще всего они получатся немножко мультяшными если у них не будет собственного низа там до 60 герц по краям поэтому вот такой компромиссный вариант 60 герц дальше мастеринговый эквалайзер такой красящий тоже немножечко добавляю низа немножечко верха такого high-fine в общем смысла в этом особого нет на такая подкрасочка то же самое эквалайзер маг тоже он добавляет к верха но как-то так красивенько сладенького добавляют это просто то что такое художество мастеринговая эквализация дальше мастеринговый компрессор мне нравится в этой роли спл iron многие любят там типы и ссср компрессором тоже все это нет не так принципиально он чуть-чуть склеивать инструменты чуть-чуть позволяет нам пожать фанеру чтобы немножко больше загнать без особых последствий вот но этот он красивенько это делает хорошо дальше эмуляция ленты самый тоже классический проверенный вариант это ампикс и он в адовский очень хорошо работает реально вешаешь этот плагин эмуляция магнитофона и как будто бы уже мастинг готов уже фанера сразу начинается звучать коммерчески дальше лимитер вот двухполосный вернее так трехполосный м.с. и низ отдельно хороший тоже плагин алиасовский лимитер чем он мне нравится что он отдельно можно поджать отдельно низ отдельно с низом поработать лениса там скажем глубокий чтобы он не сильно перегружал не сильно запирался его отдельно лимитируем и отдельно его уровень подмеса делаем также немножечко тут мы можем можно какая-то сатурация по моему здесь есть встроенная или нету я уже не помню вот и еще один лимитер на самом деле тут будет смеяться три лимитера мне стоит еще один лимитер просто классический совершенно лимитер он добивает то что не сделал тот лимитер и последний подрезать самые пики озон стоит уже такое совсем нейтральное просто чисто математически срезает финальные пики децибельчик еще может быть два мы выигрываем конечно это все осталось от гонки за громкость которая вот-вот подойдет к концу но к сожалению яндекс музыка и вконтакте на момент записи этого видео не делает выравнивание громкости и приходится все-таки еще учитывать чтобы скажем после других артистов наш микс не совсем обламывал людей когда в наушниках слабенького телефона со слабым усилителем для наушников в метро где шумно он будет слушать допустим там фирменный там трек мюс или black sabbath громкий разогнанный и после него включится нашим покажется человеку вялым и не таким дорогими таким лощенным коммерческим к сожалению ситуация такая я надеюсь что этот ролик посмотрят представители яндекса и вконтакте и введут эти алгоритмы и тогда можно быть спокойно делать минус 13 минус 10 как в общем для всех западных сервисов которые уже прибивают громкости выравниваете и там потерялся смысл гнаться за громкостью вот опять же настройки этого стринговой цепочки какие-то такие усредненно мои которые примерно в каждом проекте применяю поэтому можно начать под них сводить и в процессе сведения потихонечку все это по чуть-чуть тут подстроили там подстроили показалось что что-то подгруживает отпустили лимитер и не догруживают не собирается микс допустим в плотную колбасу немножко при при прижмем подожмем и таким образом концу микса у нас все это сбалансируется и выстроиться уже в замечательный результат так ну что ж вроде бы вся подготовительная работа проведена по структуре проекта все понятно начинаем работать на звуке я начинаю микс с бочки из хэта даже могу обосновать почему потому что мы получаем от бочки и от хэта самый низ и самый верх то есть мы фактически границы динамического и частотного диапазона заем сразу вот как бы сразу себя часть очерчиваем где мы будем от от этого места и до этого места у нас частотный диапазон и в общем-то и динамический тоже с этим связан мы как бы всю глубину микса не в смысле ли обираться и глубину а глубину смысле динамического диапазона уже заранее имеем и нам останется только в рамках вот этих определенных этом и бочкой распихать все остальное ну и по панораме естественно но это про по панораме проще и понятнее ну что ж попробуем с бочки ну вот отстраиваем бочку первым делом нужно оставить длину этой бочки очень просто просто вручную вот так берем выбираем все наши бочки и вручную вот так подстраиваем гейт фактически такой ручной гейт меня вот даже видите здесь стоит гейт в шаблоне для каких-то треков которые скажем там типа джаза блюза где нельзя вырезать бочку и совсем ее изолировать но данном случае даже у нас выключен и я вот так вручную сейчас на слух мы подберем длительность нашей бочки вот слышите самая такая уже длинноватая иголка и стала нужно покороче а так слишком короткая и уже низ пропадает если слишком коротко коротко обрезать нашу бочку ну вот что-то такое усерденно нормальное то что нас устраивает еще я люблю бочки немножко прибавить атаки тренажинг дизайнером и немножечко подобрать сустейна тоже по собране станут прекрасно вот и начнем с технической эквализации как правило у каждой бочки есть какой-то резонанс внизу это видимо связано с физическими размерами может там четверть длины волны или половин длины волны где-то образует стоящую волну внутри самого инструмента вот давайте сейчас это отловим вот прям практически поет как нота вот мы избавились от этого паразитного резонанса сделаю звук по низу ровным количество низа это как раз вот у нас художественная эквализация хотим более низастую бочку или там более сухую это чисто дело вкуса уже ну давайте послушаем где-то так количество верха и щелчка тоже дело вкуса для тяжелой музыки хорошо когда щелчок пробивается через гитары для инди музыки в нашем случае это поп-рок и или инди наоборот это излишне этот щелчок он будет бесить только отвлекать от музыки анти музыкально вот нормальненько такая инди бочка получается у нас кстати обратили внимание что я кручу количество скручу эквалайзер руками на пульте благодаря контроллером очень удобно все это это вот контроллер bellinger недорогой удобненький вот он позволяет такой сделать связки с этим присоносовским контроллером они образуют один большой и еще там можно такой софт вот pd вот смотрите вот такой софт где можно вручную назначать все меди команды чтобы проходить что они делают и он как преобразует меди команды уже для пубейса и настроить это дело как хочешь чтобы ты берут количество вверх рулилась ручкой примеру очень удобно вот дальше что в этой бочке как правило в моих бочках мне хочется добавить вот такой серединке нижней для пинка для кого-то такого толчка замечательно и практически у всех бочек хочется приподнять верхнюю середину чтобы громкость клика было больше но при этом он у нас не особо высокочастотный помните мы отрезали вверх вот замечательно и еще как правило я люблю применять два эквалайзера вот такой простой эквалайзер типа этого который сейчас был кстати тонн бустерс очень рекомендую хороший квадрат тема хорош если есть кнопочка на улыбке на 7 мы можем на самом начальном этапе аранжировки применить тот же самый эквалайзер который потом после отжать этой кнопочки станет тяжелым дорогим и качественным и даже есть режим high quality это вообще для особо важных треков типа там вокала например гитар я нажимаю эту галочку и он работает просто потрясающе на уровне топовых там ладовских эквалайзеров очень рекомендую он недорогой кстати интерфейс современными видите красивый какой вот растягивается на весь экран он полный со спектр анализатором с динамикой динамические качества мы его потом дальше там на вокале используем так что вот так вот а есть художественный эквалайзер типа например вот этого ладовского имитатора эквалайзера консоли niv вот и такие клади как правило просто как какие-то краски художника они окрашивают сигнал по-своему каждый первый вот на бочке мне очень нравится как он окрашивает как раз зону щелчка и зона низа вот мы сейчас посмотрим что он добавляет нам вот он вроде бы эквалайзер но со своим характером он делает этот щелчок каким-то более приятным на слух более музыкальным и то же самое с ним раздувает низ но тоже как-то со своим характером не так как это делает точный обычный математический эквалайзер вроде тонн бустера вот ну что двинемся дальше вот дальше смотрите что происходит вот это вот бочка идет в шину бочек где будет у нас сэмпл бочки электронный сэмпл бочки что-то там еще может быть клик от этой бочки современные современные звукозаписи она такая много как говорят многослойная лейерные полы и мы собираем качающую такую бочку с хорошим шлепком из нескольких лейеров и как бы слоев и вот смотрите все идет в этот в эту шину сейчас я покажу вот она кик бас и там стоит лимитер и компрессор в общем то это общий принцип современной звукозаписи что все такие серьезные громкие инструменты составляющие микса лимитируется немножко в конце и как правило компрессируется там бочка вокал бас-гитара делается для того чтобы допустим мы свежим один децибел на бочке один децибел на басу пики подрежем в итоге мы сможем в момент когда они вместе играют бочка и бас на мастер шине у нас будет запаса аж 2 децибела ему на 2 децибела громче сделал сможем сделать наш микс и наш микс будет более конкурентный более мощный более качающий вот и смотрите сейчас я вам продемонстрирую этот способ настройки лимитра и компрессора финального не треш-холда мне его ручками а просто за ходом нашего канала этой бочки в компрессор вот канал нашей бочки ну вот так вот вяленько явно да это это слишком уже она плоская стала совсем такая без динамики не пробивающие не толкающие вот так идеальный вариант вот что еще у нас интересненько тут происходит с этой бочкой я к ней люблю подмешивать еще и нас так вроде бы низкая но я еще больше саб низок не люблю подмешивать и очень интересным таким способом смотрите у меня есть два канала саб кик и кик и и саб низкий низ и еще более низкий низ саб низ как бы который мы называем так на сленге звукорежиссерском вот что такое сан канал саб кик а раньше когда не было таких замечательных плагинов вот типа вот этого кларисоникса это плагин генерирующий низкие частоты которых не было восходом сигнале всем из нашей волны генерирует скажем там более низкую гармонику в два раза более низкую подмешивает и таким образом мы получаем саб низ которого не было этого низа в нашем сигнале генерирует посетить кстати простите что я кашляю шмегу носом что не скрипит стул у меня хронический насморк я вообще я же звукорежиссер аранжировщик продюсер я не лектор не преподаватель мне это все это не мое уж как есть такие служите техническую информацию все вот это вот антураж киношные ну как получается так получается вот возвращаемся к плагину и он генерирует этот саб низ и раньше это писали просто ставили вот такой же динамик просто из колонок вынимали ставили к бочке он снимал этот низкий саб низ и и и подмешивали обрабатывали а сейчас можно повесить такой плагин их практически у каждого производителя есть такие плагины и они звучат на мой взгляд круче чем этот динамик более управляем а мы можем этот хвост более лучше регулировать более лучше можем низ более низко и не за 100 делать да и вообще просто даже художественно чистого как на мой вкус эти плагины звучат лучше поэтому я даже уже этот сабки просто не пишу изначально пишу обычный только микрофон который внутри бочки из него мы уже генерируем этот саб низ прекрасненько более управляема чем канал сабки к сами послушайте по моему потрясающий смотрите что у нас тут творится с эквализацией этого саб низом вот отрезано все кроме самых самых низких частот и еще кроме всего прочего я тут где-то что-то может быть гудеть какой-то резонанс опять же когда про бочку рассказывал там тоже самое было его надо отловить вот смотрите отлавливаем вот слышно поет прям это потом может вылиться в мутноватный низ меньшую разборчивость пинка бочки от баса такой кашу по низу и чтобы от этого у нас был четкий такой резинистый резиновый упругий низ надо всего этого сразу избавляться вот прекрасно так и еще у этого саб низа нужно гей там длину хвоста отрегулировать тоже это зависит от стиля музыки от песни допустим там в танцевальной долбежки то двум 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 можно покороче или там в хард-рок какой-то где много бочек если так и такая пространная песня типа наши то можно оставить более сустейнистую это тоже компромисс более короткий такой саб кик он дает больше пинка как бы больше энергии для бочки а более длинный дает больше не за такого танцевального что тоже довольно круто особенно когда в наушниках люди слушают такой или над ней вид на танцполе настоящий низ который до живота проникает ну вот так вот длинновато так лучше пинает но коротковат и вот какой-то средний вариант для нашего среднего темпа и опять же для того чтобы собрать под собрать немножко не сделать его более упругим таким как мячик я люблю повесить эмуляцию магнитофона на это дело ну и вообще на все практически важные треки я вешаю эмуляцию магнитофона мне просто нравится как звучит я сравнивал кстати плагины у адовские с реальным магнитофоном я особой разницы не заметил по моему плагин прекрасно отрабатывать свою функцию под собрать низ сделать более мягким и более таким приятным и теплым вверх поэтому я почти на все важные треки вешаю эмуляцию магнитофона вот еще такая важная штука что вот эти вот сапкики сапки сапкик они идут у меня в обход в шины барабанов и в обход общей шины шины бочки и шины барабанов прямо сразу 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 на music это как бы сразу на выход это сделано для того чтобы все вот эти вот компрессия компрессия параллельная компрессия не отрабатывал subniss subniss он несет в себе очень много энергии и компрессор от него запираются и получается более вялый в общем звук барабанов и когда у нас subniss идет мимо всех компрессоров и параллельных компрессоров то они работают более собранно с более серединистым диапазон и ударные получаются более толкающие более пинающие более прорезающиеся в миксе вот ну отстроили мой канал сапкика и еще более низкий низ это сап у меня Вот послушаем его. Будете смеяться, из чего он сделан? Смотрите. Это тест-генератор. Просто тест-генератор 35 Гц. Я, допустим, отключу гейт. Хорошо, да? Прямо до глубины души, так сказать. Потрясает. И подмешиваем просто 35 Гц, гейтированный сайдчейном от нашей бочки. Ну и длину этой бочки, так сказать, гейтом этого, трешхолдом этого гейта. Тоже в зависимости от темпа, в зависимости от стиля. Разную длину настраиваем. Ну и эквалайзер тут вообще понятно по тому же принципу, что и сапкики. Не буду останавливаться на этом. И опять же, то же самое, эмуляция ленты для тех же целей. Вот. Ну и послушаем. Послушаем, как это звучит. Вот сапкик. И выводим практически вот до момента, когда лимитер начинает запираться. Потому что низа много не бывает в современной музыке. И последние лет пять Грэмми дают очень низастым записям, даже в роке и в поп-роке. Ну это мы уже слышно, перегрузили лимитер. Посмотрим, кстати, сколько это луфс на выходе. Идеально. Вот смотрите. Минус 20, 23, 22. Это отличная стартовая точка для бочки. Чтобы нам не перегрузить по гейну плагины. Потом где-то на шинах, на мастер-шине. Вообще это отдельная тема. Называется она в звукорегистуре гейн-стейджинг. Наверняка читали об этом и слышали. В принципе, современные программы справляются с перегрузками, с любыми гейнами. И звук не деградирует. Им пофигу это. Но поскольку мы используем плагины, особенно типа у адовских, где нет регулятора входного гейна, то желательно соблюдать какие-то гейн-стейджинг. То есть примерно там с запасом минус 18, чтобы у нас было на входе в плагин. И таким образом мы попадаем в свитпоинт, в сладкую точку этого плагина. Поэтому я стараюсь сразу прибить все там. Посмотрите громкости там. Шина малого барабана минус 8. Шина барабанов минус 16. Бас минус 7. То есть сразу начинаем микшировать с прибитыми всеми у нас фейдерами. И мы таким образом получаем приемлемые уровни уже на мастер-шине. И на входе в всякие плагины. Вот. Что дальше? Мы еще должны в этот сабниз проверить на фазу. Вообще на фазу практически все приходится. Проверять даже гитары. Ну смотрите. Проверяем. В противофазе лучше. То же самое. Сабкик. Не сабкик, а сабниз. Тут лучше в фазе. Но такой низкий низ на самом деле более-менее все равно. Потому что он сильно отличается от остального составляющего сигнала. И когда мы подмешиваем в фазе или в противофазе, более-менее без разницы. Просто этот низ встает в общий наш сигнал. Микши подмешивается к нему. Так. Ну прекрасненько. Дальше с этой бочкой что надо сделать? Поскольку есть у меня такая задумка в этой музыке сделать какое-то ощущение электронного звучания, гибридного звучания электронного, непонятно электронного или живого, то я попытаюсь подмешать электронный сэмпл. А мне нравится. Хорошо. Надо тогда проверить фазу. Ну тут без разницы, потому что это инородный сигнал. В общем-то без разницы в фазе или в противофазе. Вот сама эта бочка у меня электронная. Генерируется просто электронный звук. Вавка какая-то из моей библиотеки звуков. С помощью триггера подмешивается. До триггера немножечко я живую бочку подкомпрессирую. Чтобы удары были более-менее ровными и одинаковыми. В самом триггере надо проверить гейн. Да, замечательно. Хороший гейн у нас тут стоит. Гейтуем по традиции все наши бочки. Смотрим, какой хвост нам нужен. Прекрасненько. Ну и вот тут вот я сделал в предыдущей песне какую-то эквализацию. Не буду трогать, потому что был тот же самый сэмпл. Он не изменился. И работа была проделана. Зачем мне сейчас делать эту работу заново? Вот такая-то художественная техническая эквализация этого электронного сэмпла. В общем, это неинтересно и понятно. Что еще у меня тут есть? Еще у меня есть подмес просто сэмпла живого барабана. Какого-то другого. Тоже вот триггером из библиотеки сэмплов. Все легальное у меня, все купленное, все плагины, все библиотеки купленные. Вот в предыдущей песне я этот... В альбоме подобрал этот сэмпл. Для моей бочки он подходит. И для всего альбома я стараюсь оставлять один. Один и тот же, чтобы звук более-менее был правильный. Неправильный, одинаковый во всех песнях. И чтобы было общее альбомное звучание. Поэтому сейчас я не буду заниматься поисками другого сэмпла. Просто берем сэмпл из предыдущей песни, который подходит сюда. Опять же, компрессируем немножечко на входе. Срезаем верх-низ, чтобы этот сэмпл настолько... Нам нужен от него только тембр, а не тело. То есть у нас основная бочка уже сформирована. А это такая красочка. Подмешиваем его. Вот смотрите. Вот она как звучит отдельно. Нам там не нужно ни низ, чтобы не было никаких фазовых искажений. Чтобы низ не пересекался. Ни верх нам не нужен. Нужна только вот эта красочка. Слишком много тоже надо без фанатизма это подмешивать, чтобы не превратилась в нас музыка, что совсем не живую, в караочную. Чтобы тоже ощущение, что живой барабанщик играл, оставалось. Что не совсем драм-машинка. То есть у нас... Я хочу добиться гибрида драм-машинки и человека. По-моему замечательно. Качающий, такой мощный, выбивающий тембр. Вот. Что еще я пробую для бочек? Отдельный канал для клика. Вот смотрите, он сам по себе, он звучит совершенно по-жестяному. Вот этот электронную бочку я отправил еще в дополнительный канал. Либо можно было отправить не бочку, а можно было не электронную, а реальную акустическую бочку. Если я хотел бы ближе к акустике, к живым барабанам делать. А если я хочу ближе к электронам, здесь я хочу ближе к электронам, чтобы это было больше поп-песни, чем рок, такой поп-рок. Я вот отправляю туда на клик. И что я там делаю? Я оставляю совсем одну серединку, тоже, чтобы только тембр выделить и подчеркнуть. Опять же беру какой-то генератор гармоник, в данном случае кларисоникс. И генерируем уже не низкие гармоники, а гармоники сверху. То есть, есть две разных для низких и для верхних. Вот туда возникли у нас какие-то верхние гармоники замечательные. Тоже гейт. Эквалайзер мы уже смотрели. И этот клик я люблю очень сильно компрессировать, чтобы можно было сильно-сильно перекомпрессированный клик подмешать чуть-чуть, и он всегда прослушивался, даже в очень плотной фанере. Вот, смотрите, дикая компрессия совершенно. Но, я не знаю, на самом деле понадобится он нам или не понадобится. Сейчас послушаем. Да, в общем-то, и без него хорошо. Пока на нуле оставляем, а потом, если уж потеряется бочка среди гитары, среди всего прочего, вот так вот возьмем и прибавим его. Ну что, теперь переходим к хэту. С хэтом все намного проще. Он практически какой есть, такой и пойдет. Просто с небольшой эквализацией. Сейчас найдем местечко, где он играет побольше. По кругу его запустим. Вот такие вот инструменты, которые мне хочется делать хай-файные и поярче, я их делаю поярче, прекрасненьким эквалайзером Pull-Tech. Ну, все знают, в общем-то, рассказывать не надо. Это фактически даже не совсем эквалайзер, это даже скорее какой-то красящий прибор, не знаю, там, сатуратор. Потому что тут прибавляешь вверх, а он не просто прибавляет, он добавляется в сигнале что-то, чего там не было. Генерятся гармоники, не знаю, что он там делает. Вот, фактически, это краска такая художественная. И я очень на многих треках, вы потом увидите, даже я, наверное, не буду останавливаться на этом, на гитарах его используя, на вокале, на малом барабане, на чем угодно. Там, где нужно мне прибавить какого-то жира по верху и по низу. Вот он работает довольно странновато, не просто добавляет верх и низ, а добавляет его жирным таким. Ну вот, давайте посмотрим, что происходит. Слышно, да, что появился такой верх сочный, мощный. Но нам тут, на самом деле, переусердствовать с этим не надо. И если вы помните, когда я ставил микрофон на хат, я показывал, что мы в такое положение микрофона взяли, что будет переизбыток верха. Но с переизбытком легко бороться. Переизбыток можно прибить эквалайзером, просто срезать его. И останется столько, сколько нам нужно. Но зато нам не надо будет вытягивать, если будет недостаток верха. Бывают темные хэты, которые очень мало, высоких частот выдают, скажем, больше кастрюльного звука. Вот поэтому лучше записать с запасом. И когда эквалайзер работает в минус, мы качество практически не теряем. Но зато у нас есть полная палитра. При работе в минус эквалайзер мы можем делать как много верха, так и мало верха. Вообще, концепция современная, делать хэт очень таким цыкающим, мне не очень нравится. Но сейчас, особенно в рэпе, делают такие хэты громкие и высокочастотные, прям вынос мозга. Ты слушаешь, ты не можешь разобрать слова вокалиста, слушаешь только цз-цз-цз. Я это не очень люблю. Я люблю делать хэт достаточно высоким, но ниже все-таки сибилянтов в вокале. Там, э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Вот то, что высокие звуки в вокале, чтобы вокал все равно у нас был главным инструментом и проникал в мозг человеку и оставался на переднем плане. Поэтому мы хэту нашему срезаем этот верх. где-то так без фанатизма низ естественно тоже нам зачем нам нужен но тоже без фанатизма чтобы не потерять сам инструмент потому что если даже ух это мы срезаем из вот смотрите это же когда такая пищалочка с не похожая на настоящий роковых все-таки мы потеряли когда слишком много так что без фанатизма вот еще как правило какие-нибудь резонансы там той же самой бочки проникает во все микрофоны установки и надо их тоже отлавливать удалось посмотрим по низу еще таких вот звонких инструментов да практически всех инструментов есть всегда какие-то резкие выносящие мозг частоты и вот вообще это универсальное правило мое для меня что я что-то ищу по низу и резонансы по верху резонансы собственно в принципе как правило достаточно только может быть каких-то более ответственных инструментах скажем вокале может быть еще там где-то какую-то полосу можно поискать подрезать вот смотрите в том же хоть и мы на примере этого этого все сейчас прекрасно поймем вот смотрите вот противность чего-то ем но тоже без фанатизма чтобы не потерять тембр нашего инструмента чтобы форманты которые нужны остались нам остались нужны и собственно вот это мы все наверное еще можно сказать маленькая особенность обработки железа у меня в проекте я не помню говорил я об этом не говорил что она идет у меня минуя параллельную компрессию смотрите железо идет на отдельную шину железа и она не идет на шину параллельной компрессии барабанов вот скажем оверхеды идут вот малый барабан он идет вон драм справлю а железо мне не нравится после компрессора она становится каким-то таким смазанным каким-то таким шершащим противно все-таки какое-то качество и хай-файность надо оставлять записи мне кажется и вот эту хай-файность как расход тарелочки больше всего и дают то есть нужно оставлять их не тронутыми прозрачными чистенькими но тоже и не не особо резкими дальше храйт совершенно то же самое вообще можно даже на самом деле особо не настраивать просто копируют но надо точные ребята мы настроим отдельно послушаем райт так где он вот тут похоже играет у нас вот еще у таких тарелок вроде райдов крыши крышей есть такая зона шуршащая и и вот надо тоже поискать вот смотри сейчас будет хорошо понятно вот такого постороннего шива мы тоже прибьем немножко вот замечательный райд у нас получился дальше крэш один-другой вот нас крэш который около напольного тома очень много играет в конце мы сейчас его послушаем в конце замечательно а второй крэш ну вот тут вот скажем играет прекрасненько железки есть бочка есть так переходим к малому барабану малый барабан это самое главное в звуке по звуку малого барабана можно определить почерк звукорежиссера и оценить насколько он крут ну что прежде всего прежде всего поборемся с проникновением тарелок вот смотрите в микрофоне малого барабана всегда очень много проникает тарелок когда они проходят через компрессоры и лимитеры малого барабана они становятся отвратительными таким вот поэтому ну во первых немножечко подрежем его сустейна прибавим или убавим атаку это стандартное стандартная штука для таких перкуссионных для барабанов что нужно транжен дизайнерам атаку и сустейн подрегулировать вот есть такой прекрасный плагин который уменьшает проникновение тарелок в барабаны вот мы сейчас им воспользуемся вообще для блюза для джаза это не особо нужно но для такой музыки где у тебя пытаясь сделать гибрид электронного электронной установки и сэмплеров звучания и живой установки такое гибридное звучание мне нужно будет хорошо довольно хорошо отделить малый барабан от тарелок и запись получится такая ближе к электронному звуку где отдельно звучит хэд отдельно райд отдельно малый барабан где не особо смешивается и качество звука будет выше потому что нет вот этого шуршащего закомплексированных это в малом барабане вот прекрасный плагин диблидер позволяет это сделать сейчас попробуем здесь еще важно оставить на вот эти вот мелочи какие-то подробочки в барабане чтобы ощущение живой игры осталось по моему замечательно вот смотрите без него что было малый барабан практически нетронутым остался а тарелок практически и не осталось и добьем мы все это еще и гейтом вот еще такой интересный параметр у этого гейта сколько до какого уровня закрывать и чтобы все таки протекал сигналы при закрытом гейте какой-то для более естественного звучания замечательно уже качал по моему так теперь посмотрим что у нас там с эквалайзерами вот что-то гудит видимо резонанс пластика какой то есть там и хочется поглубже его сделать больше не за прибавить замечательно и еще такая маленькая хитрость есть при обработке малого барабана что можно включить динамический эквалайзер в плюс никто об этом особо не задумывается что можно динамический эквалайзер не только в минус но и в плюс давать что мы этим добьемся на малом барабане еще дополнительного поднятия уровня малого барабана посреди с тарелками то есть во время удара у нас добавляется верхняя середина и получать что звук удара громче вот смотрите и малый наш будет еще более пробивной и прорежется через гитару и все остальное подмешиваем пружину вообще пружину я не особо люблю но вот в таких вот треках когда мы допустим мало сильно агитировали изолировали чтобы остались отмерить мелизматика всякой этом дроби какие-то желательно пружин можно вернуть их пружинным как раз треком и заодно проверим фазе или в противофазе на нас и нормально фазе подмешиваем без фанатизма немножко ярче стал сам барабан сам звук пружины противно достаточно поэтому надо делать так чтобы основной тембр шел из-за верхнего микрофона ну и тоже деблидер там на нижнем пластике без фанатизма только как раз для естественности оставляем довольно большое протекание всего так посмотрим что у нас со звуком малого в принципе получается в принципе ничего сейчас я попробую подмешать еще клуб к нему поскольку у нас гибрид электронной живой установки клэп он просто от триггера срабатывает вот какой-то там заранее загрузил из библиотеки клэп даже два клэпа смешанных и они на всем альбоме у меня одинаковые я уже говорил для того чтобы звук был более-менее одинаковый тоже там ничего особенного компрессор стоит на входе в триггер для этого клэпа эквалайзер как обычно клэпа вообще я люблю оставить только такую низкую составляющую весь вынос мозга убираем что еще там у нас остается а ну и компрессор для того чтобы этот клэп не сильно выпрыгивал не сильно выносил на мозг и эмуляция опять же магнитофона я везде люблю на таких особенно таких резких треках типа клэпа они смягчают вот но все-таки малый барабан мне не до конца нравится поэтому я поищу сэмпл для него подмешаем сэмпл у меня здесь заготовленный канал с сэмплом барабана вот и сейчас начнется долгий муторный процесс поиска нужного сэмпла ну давайте начну покажу как я это делаю вот у меня есть библиотека купленных этих сэмплов малого барабана ну и просто методом перебора все я вот сейчас буду все пройдусь по всем и посмотрю какой подходит сэмпл я пока без вас подбираю чтобы ваше время не отнимать особо ну вот я подобрал сэмпл малого барабана замечательный сэмпл так и теперь опять помните я вам говорил про то что можно настраивать компрессию не трешхолдом а заходом сигнала в компрессор и даже в цепочку компрессор лимитер вот сейчас то же самое будет на шине малого барабана у нас лимитер и компрессор и вот сейчас вот я сделаю группу из трех каналов верхний пластик нижний пластик и сэмпл и попробую сэхпом завести в в шину барабана где компрессия есть и послушать какой по уровню уровень этого захода в эту шину шину малого барабана так сейчас я в группе сделаю так чтобы громкость была общая у этих каналов регулировалась в общем движением одним так все до регулируется слушаем при этом кстати чем удобно контроллер я могу одной рукой уровень входа в компрессоры а второй рукой общий уровень этой шины регулировать чтобы понять искать чтобы громкости подстраивать лучше явно при компрессии уже такой плоский с большим хвостом нам такое не нужно там мало барабан очень важно чтобы атака была довольно такая мощная то же время не слишком резкая чтобы тоже не выносить мозг особо но и должна быть довольно хорошая чтобы он был таким динамическим крупным читаю читаем им сейчас вот этап фактически мы определяем звук всей композиции будет бочка тарелки малый барабан все мы заполнили низ вверх середину весь динамический диапазон забили потом останется только распихать там уже какие-то квадратики типа гитары клавиши замечательно вот теперь уже более тонко подстроим все вот компрессоры и прочее на шине шине барабанной а еще кстати вот чего я забыл надо попробовать пойдет ли сюда электронный сэмпл в подмеск малого барабана вдруг это будет уместно наверно нет клэпа хватает вот и теперь подмешиваем к этому оверхеда некоторые звуко режиссеры не некоторые а многие любят строить барабаны от оверхедов от румов но сейчас у нас задача сделать по гибридным сэмпл и полуэлектронное звучание поэтому я делаю на основе близких микрофонов такой близко к сэмплам звучания и оверхеда лишь немножечко подмешаем но все равно они нам добавят сейчас вы услышите что они нам добавят объема нашей установки очень очень солидно так смотрите что происходит когда мы подмешиваем оверхеды наша установка сейчас станет полноценной глубокой объемной вот и вот 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 Ну, прежде всего у меня на оверхедах плагинчик стоит, просто для того, чтобы выровнять громкость между левым и правым каналом. Потому что очень трудно всегда по гейнам понять, где у вас будет баланс, где у вас будет бочка, где малый. Может быть, помните на трекинге, мы об этом говорили. Сейчас послушаем. Замечательно. Опять-таки, мой любимый тренажный дизайнер, почти на всех треках у меня, по-моему. Дело в том, что я пытаюсь добиться современного резкого такого звука, долбящего, проникающего в мозг. In your face, как говорят. И он строится на сэмплах, на близких микрофонах. И поэтому оверхеды надо, чтобы они были немножко подальше и поразмазаннее. И, соответственно, на атаку у них надо подсрезать. Вот. Сустейн по вкусу, но это надо уже в общей каше послушать. Вот так вот. Что еще? Эквалайзер. Вот смотрите, опять же, какая задача у меня. Чтобы в оверхедах было поменьше железок, а они больше шли из директовых микрофонов, потому что там более качественный такой звук, более хай-файный, более чистый. У меня наша фонограмма в целом получится ощущение, что она более качественная звукозапись у нас была. Поэтому я в оверхедах немножечко прибираю это. Это к тому же еще там фазовые проблемы подснимет очень хорошо. То, что, вот помните, я говорил, когда мы двигали треки по фазе и по времени. И от оверхедов нам нужно что? Нам нужно объем установки получить. Нам не нужны вот эти вот цыкающие тарелочки. Тарелочки у нас и так на отдельными микрофонами все записаны. Вот именно для этого, кстати, я писал крэши. Потому что если я сейчас приберу здесь вверх, крэши в оверхедах будут довольно тихие. И мы просто их потеряем в нашей фонограмме. То есть либо автоматизировать оверхеды, и все равно это будет муторно и не так здорово. А когда у нас есть отдельно записанные крэши, то вот эта вот кривая, у нас их делать так, что они не пропадут. Они все равно будут регулируемые, полностью под нашим контролем. Сколько хочешь крэши, крэши столько и даешь. Так, ну давайте посмотрим, что там еще. Ну и как правило еще в оверхедах железо совершенно дичайшее режет уши. Вот смотрите, я его вырезаю практически под самое не могу. Да, вот оно. Опять же гудящий низ нам тоже не нужен. Нам эта муть по нижней середине и неразборчивость фонограмма создаст. Замечательно. И еще оверхеды очень любят компрессор 1176. Опять же, на контроллере 1176 очень удобно управлять. У него тоже нет трешхолда. Тоже у него есть вход и выход. И можно эти ручки одновременно на контроллере крутить и получать, так сказать, правильное ощущение, что у нас происходит. Музыка. 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 вот и смотрите как без оверхедов какая плоская установка какая она объемная и мощная с оверхедами вот ну я их делаю тоже без фанатизма потому что нам нужно оставить тут модное сухое разделенные электронное звучание теперь румы румы в принципе тоже примерно как у верх и да по обработке так что особо задерживаться не будем по-быстрому а тоже от комнаты нужен объем не нужен нам ни верхней тарелки вот какая штука у нас получается смотрите в румах все равно же лезет всякое железо плюс тут компрессия дикая 1176 опять же как и в оверхедах традиционная и железо получается очень таким некачественным грязным наверное я не буду тогда этот рум использовать сделаем мы сэмпловые румы чистые просто сэмплы румов которые записаны заранее библиотек вместо живой комнаты кстати вот именно для этого иногда некоторые продюсеры пишут отдельно тарелки отдельно кадушки у барабанов даже бывают случаи что сажают двух барабанщиков один играет тарелки 2 играет кадушки чтобы именно получить объем без вот этого дикого железа и чтобы можно было компрессировать сильно ударную установку и железо не лезла в эти компрессоры но у нас этой проблемы особо нет у нас довольно все хорошо и так разделено и плюс мы можем так из четыреть и рубу подмешать сэмплерные вот что мы сейчас и сделаем просто сэмплы румов и библиотеки заранее которые я подобрал для этого альбома вот мало 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 а но 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 по и а и а и Попробуем их компреснуть. Отлично, как будто мы писались в прекрасной комнате без железа. Единственное, что вот в такой песне на самом деле особо-то рума не нужен, потому что большое количество рума, особенно компрессированного, влияет на грув немножко. А здесь у нас такой грув, приближенный к электронной драм-машинке, к сухой, поэтому совсем чуть-чуть без фанатизма. Вот попробуем послушать, как без рума и с румом. Прекрасненько. По-моему, здорово качает. Так, осталось нам томы посмотреть, что с ними происходит. Тут они у нас много вроде не играют. Вот, допустим, вот этот вот посмотрим. Ну, по традиции. Транжин-дизайнер, эквалайзер. Вот у томов можно подчеркнуть его основной тон, его частоты. Кстати, к вопросу о настройке томов. Я считаю, что это не требуется, что барабан – это перкуссионный инструмент, и в общей каше нашей музыки не будет заметно, какой тон у томов. Только если бывает, вот прям весь куплет том играет с бас-гитарой, начинает биться, тогда надо будет при записи, надо было настраивать этот том. А, по-моему, я об этом говорил на записи уже. Вот сейчас в этом убедитесь, что этот тон вроде есть, но в общей каше, в общем спектре, это просто как какая-то форманта всей нашей композиции, а тон все равно задает у вас гитара, гитара, там клавиши, вокал. Так. И верхний. Посмотрим. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ну и немножко компрессируем эти томы и лимитер, потому что иногда бывает, что томов не хватает и только лимитер спасает. Я люблю их громкие. По-моему, прекрасные томы. Просто вообще сказочные. Так, ну-ка послушаем в общей каше. Замечательно. Ну, потом еще это в контексте музыки. Мы все послушаем. В контексте музыки будет более понятно, что происходит с нашими томами. Так, что еще с барабанами? А, помните, я говорил, что у меня в шаблоне заранее уже какая-то организована параллельная компрессия. Ну вот мы сейчас свели под эту какую-то усредненную компрессию от моих предыдущих проектов, но все равно надо проверить, что у нас там происходит. Вот есть шина Drums и параллельная компрессия барабанов. Вот эти две. Надо посмотреть, что происходит. Так, где-нибудь вот отсюда. Это мы проверили, как срабатывает лимитер. Сейчас проверим, как срабатывает параллельная компрессия. Я уже по своему опыту примерно знаю, какая должна быть компрессия на параллельной компрессии барабанов. Вот плагинчик API тоже совершенно стандартный. В половине, наверное, параллельных компрессий его используют. Вот. И теперь осталось соотношение между компрессированной шиной и некомпрессированной. Посмотреть. Балансы, конечно, немножко едут при этом, потому что, например, железо у нас идет только вот в первую шину без параллельной компрессии. Но это неизбежно. На данном этапе все равно у нас балансы очень примерные. Как появятся другие инструменты, тогда у нас балансы уже будут более выкристаллизовываться и стабилизироваться. Придется все время возвращаться и их подправлять. Ну что, барабаны готовы. Самое главное. Дальше петля электронная наша прекрасненькая. Раньше эту роль играли всякие конги-бонги-шейкеры, а сейчас для модного саунда надо петлю делать. Посмотрим, что происходит с нашей петлей. Вот. Эта петля должна не забирать на себя основные вот эти вот барабанные функции, но она должна играть роль перкуссии, которая просто ритмически что-то там играет, но не перебивает, скажем, атаку от малого барабана от бочки. Поэтому атаку жестко срезаем. Вот. Сустейн тоже срезаем. Сустейн уже играет роль, скорее, для грува. То есть надо уже слушать в грув, какой нам дает это дело. Вот видите, с длинным сустейном грув начинает немножко вязать, поэтому надо его подрезать там в этой петле все звуки, чтобы были покороче. И, конечно же, эквалайзером прибиваем все. Вот смотрите, какой прекрасный эквалайзер в нашей петле. Сейчас в контексте нашей музыки мы его послушаем. Вот оставлена серединистая перкуссионная функция. А тарелки из этой петли я не хочу, чтобы они мешали нашим тарелкам, чтобы все-таки основа бита была живой барабанщик наш. Так, прекрасненько. Ну что, барабаны с перкуссией готовы. Ну и, кстати, увел я ее в сторону немножечко, чтобы она не особо была навязчива, чтобы по центру не мешала нашим основным барабанам. И еще я сюда же хочу поместить гитару потом. И гитара замаскирует немножко эту перкуссию. У нас будет ощущение, что вроде бы как будто бы ее нет, как будто бы это все живой барабанщик исполняет. Но на самом деле эта перкуссионная поддержка, то, что наш грув будет такой катящийся и грувящий, она остается. Просто менее акцентироваться будет слушатель на ней. Она будет уже так на подсознании работать. Так, замечательно. Ну что, переходим к басу. Бас у меня состоит из двух каналов. Это, собственно, бас-гитара, диайная, которая пропущена через гитарный плагин, какой-нибудь там типа вот Ampeg, например, от плагина Альянс. Или оверлоудовский. Оба они замечательные. Сейчас послушаем, какой из них лучше. И второй канал – это дисторшн. Подмес дисторшн гитарного, тоже с помощью гитарного плагина. Вот такого типа там эмуляция какого-то маршала. Стоит у меня, сейчас послушаем. Подмес дисторшн. Вот, смотрите. Да, замечательный дисторшн. И оба эти канала у нас идут в шину баса, где уже основные плагины, там эквалайзеры, компрессоры. И опять сейчас по общему принципу, который я вам показывал, что я люблю заходом в шину рулить количество компрессии и лимитера. Мы сделаем сейчас бас-гитару, потому что, в принципе, вот откроем компрессор-лимитер, который у нас на этом басу, и послушаем, что там происходит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот, примерно нашел я гейн, с которым заходит нас бас в этот канал. И сейчас давайте более подробненько посмотрим, что там у нас на этом канале происходит, и подстроим все наши прекрасные компрессоры. Вот, ну, самое интересное, что здесь есть на этом канале, это вот этот плагин, опять же, Clarisonics Plagin Mix, который генерирует саб низ. Тот же самый, который был на бочке. Вот смотрите, какая колоссальная разница с ним и без него. Появляется саб-бас у баса, и бас-гитара становится просто убийственной. Вот, и еще мне очень нравится такой красящий эквалайзер на басу. Просто чисто художественно. Он мне, в общем-то, не нужен как технически. Как технически у нас там будет дальше стандартный эквалайзер. Просто почему-то вот именно на этом эквалайзере Гелиос бас-гитара окрашивается просто каким-то фантастически красивым способом. Вот смотрите, например, на средних частотах. Вот видите, как это она прям замечательно становится. Вот обычный эквалайзер так не сделает. И тоже низ очень интересный, упругий, красивый очень низ он дает. Вот это чисто художественная эквалайзация. Дальше давайте сделаем техническую эквалайзацию. Поищем, как обычно, какой-нибудь резонанс. Вот он нашелся. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, это резонанс кабинета. Связанный с его физическими размерами. Или, может быть, резонанс самого инструмента. Там, системы колебательный гриф плюс корпус. Но практически на всех бас-гитарах вот этот вот горбик, да и на гитарах тоже присутствует. Наверное, кабинет все-таки. Вот. Количество низа и количество верхней середины. Это чисто художественная штука. Сейчас просто послушаем, как нам нравится. Просто для читаемости. Количество низа тоже. Кому как нравится. И количество и срез верха я делаю очень довольно-таки радикально. Потому что вот это вот щелканье и шершание в бас-гитаре совершенно никому не нужно. Она будет пересекаться с хэтом, с пружиной малого барабана, с сибилянтами. Зачем нам это надо? Ведь кашу можно насосать не только по низу, но и по верху тоже. И по верхней середине. То есть у нас будет там в одной части спектра и пружина, и цоканье хэта, и райда, и сибилянта от вокала. Совершенно не нужно. Пусть баз занимает свое какое-то место более нужное, более соответствующее бас-гитаре. И еще такой интересный плагин сайдчейн компрессия от бочки. Хотя на самом деле ничего интересного, скорее всего вы это все знаете. Это довольно стандартно, чтобы в момент удара бочки громкость бас-гитары немножко прибиралась. Чтобы у нас и бочка хорошо пинала и читала. Потому что когда они вместе одновременно очень громкие по низам играют, то получается, что размазывается и получается каша. Вот смотрите, что тут происходит. Вот если в экстремальном виде сделать эту компрессию, то прямо слышно, что бас-гитара исчезает практически в момент удара бочки. Субтитры сделал DimaTorzok Как всегда, на всех важных инструментах я люблю повесить имитацию ленты. Опять же, и по низу хорошо она работает. Она собирает низ, сделает его более упругим. Вот то же самое, что я говорил про бочку. Здесь с басом то же самое. И поверху она прекрасно работает, смягчает резкие инструменты, какие-то, которые выносят мозг или резкая атака у них слишком немузыкальная, ненужная. Единственное, что вот эти студеры я подстраиваю в зависимости от нашего инструмента. Скажем, если не нужна резкая атака, я беру имитацию вот этой 250-й старой пленки, которая более мягкая, которая вверх подъедает хорошо, и скорость ставлю. Если, скажем, какой-то более хай-файный инструмент, скажем, хэт, я 30. Если вот бас-гитара, такой инструмент, не требующий разборчивого ясного верха, то на скорости 15, чтобы еще побольше съелось всякой жести высокочастотной. Ну и, естественно, отключаем шумы на всех этих... Вот здесь вот... Слышите? Пошел шум. Это нам не надо. Все-таки преимущество цифровой записи мы хотим использовать. Так, по-моему, с бас-гитарой все. Вот еще лейтуэй, я так показал его мельком, но на бас-гитаре он прекрасен. Немножечко подрезать без фанатизма какие-то выплески по громкости, чтобы она более стабильно сидела на своем месте по динамике, не прыгала туда-сюда. Плюс он как-то окрашивает даже симпатичненько вот эти ладовские лейтуэи. Замечательно. В принципе, уже музыка у нас есть. Вообще, бас-гитара на самом деле главный инструмент в аранжировке, потому что она задает ритм и гармонию. Собственно говоря, что у нас барабаны, только ритм, клавиши, ну, только гармонию. В основном почти что ритм не задают. А басы и то и другое. Вот. И жалко, что девчонки не слышат, что играет бас-гитара. Они не понимают. Они понимают, что играют барабаны, понимают, что играет, не знаю, там, гитарист. И то с трудом. Но вот что вычленить в общем звуке фонограммы, что играет бас-гитара, никто не понимает. А поэтому басисты вот незаслуженно обойдены вниманием. Хотя на самом деле басист это главный инструмент в группе. На нем все держится. Ритм и гармония. Так, ну хорошо. Барабаны, бас есть. Качает все прекрасненько. Переходим к рутине. Гитарам, клавишам. Ну, с гитарами все намного проще. Гитара, она звучит сразу сама по себе прекрасненько. И практически ничего не требуется для того, чтобы ее вот так же в микс и усадить. Вот как мы записали на трекинге, так она практически идет. Ну, давайте все равно, тем не менее, посмотрим. Вот у нас тут есть драйвовая гитара. Собственно, по-моему, она самая главная будет. Определяющая. То есть она будет с ритм-секцией в основном задавать всю музыку. Так, посмотрим, что она делает. Ну, вот про это даже и говорить не стоит. Все понятно, да? Это просто плагинчик, который ужирняет и по верху, и по низу. Он, в общем-то, я даже его и не кручу. Какой висит в шаблоне, такой и висит. А вот эквалайзером надо посмотреть. Надо поискать какие-то выносящие мозг резонансы. Как правило, у гитары либо звукосниматель имеет какой-то резонанс резкий, такой прям вот, который режет по ушам. А хорошая запись, чем отличается от не очень хорошей, что она даже на большой громкости не парит мозг, ее можно слушать спокойно, и кровь из ушей не течет. И как раз это достигается тем, что нужно на большой громкости отлавливать вот такие вот резонансики, как у гитарных звукоснимателей. Или, кстати, у микрофонов то же самое. Мембрана микрофона примерно в той же области имеет этот резонанс, где и звукосниматель равен 3,8 кГц. Да и на вокале, кстати, тоже самое. Большомембранные микрофоны как раз и звенят там противникам. Ну вот смотрите, сейчас я вам покажу наглядно. Вот он, выносящий мозг резонанс. Так, дальше посмотрим, что у нас тут еще. Вот здесь какая-то противность была. Так, в художественном смысле надо, не надо середину поднять, подумать. Не надо. Это такой ритмовый инструмент, который просто должен такое мясо медитативное задавать. Его не должно быть на нем акцентироваться, на нем мы не должны. И еще у гитар лишний тоже верх. По тому же принципу, как и у баса, я стараюсь срезать довольно радикально. Особенно у плагинных гитар, потому что, если бы мы писали через микрофон, она была бы как раз наоборот, более тусклая, менее яркая. Нам пришлось бы, может быть, даже что-нибудь вытягивать. А тут, как я люблю, все в минус идет. Ну и еще резонанс гитарного кабинета. Вот то же самое, что я у баса говорил. Практически всегда есть в записи гитар. Ну и, соответственно, в эмуляциях то же самое. Иногда хочется компенсировать поднятием низа то, что мы подрезали, этот вот резонанс на нижней середине. Ну и штудер. Даже не акцентирован на нем внимания, просто чтобы смягчить все это дело, чтобы гитарка была не такой, так сказать, цифровой и жесткой. Вот. Еще, может быть, помните, когда я описывал структуру проекта, я говорил, что на гитарке я люблю подмешивать гитарный рум вместо того, чтобы записывать его. Вот, смотрите, сейчас мы его тут подмешаем. Вернее, он уже подмешан, но мы послушаем, сколько его достаточно, сколько его нужно. Поскольку это поп-песня, то много такой объемной гитары нам не нужно. Вот, это скорее тоже как одна из партий, скорее даже, по сути, как одна из синтовых партий. Вот. И помните, я говорил про гитарный дилей? Вот он. Сейчас мы тоже послушаем, сколько нам этого гитарного дела и надо. И вы, кстати, увидите то, что я говорил, что без него гитара отваливается от музыки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собственно, машина качает. Мне нравится. Так, что там у нас еще есть? Клиновая гитара. Это вообще просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, по-моему, там у нас какая-то каша из дилеев невообразимая. Да, и в плагине дилей включен, и в проекте у нас дилей. Сейчас послушаем, какой из них лучше подходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плагинный. Прямо рок получается. Я-то хотел более-менее попсу сделать. Ну, ладно. Как получается, так получается. Дальше. Что у нас там есть из гитар? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, вот сейчас вот я, обратите внимание, слушаю и с музыкой, в контексте всей музыки, и отдельно соло, чтобы соло, чтобы какие-то совсем мелочи услышать и эти вот резонансы, скажем, отлавливать. А в контексте музыки, чтобы, скажем, срез снизу, не слишком срезать или наоборот, там не слишком мути навести понизу, чтобы слышать, как она работает с другими инструментами. Поэтому нужно во время эквализации слушать и соло, и не соло. Так, сейчас надо вернуться к клиновой гитаре. Посмотреть, что у неё по эквалайзерам, по частотке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут вот есть маленькая особенность у клиновой гитары. Она слишком щёлкает, вот когда медиатор вот так тэн-тэн-тэн-тэн. И поэтому надо динамическим эквалайзером это щёлкание, это бряцание, выносящее мозг подреза. Динамический эквалайзер, это когда, если у нас сигнал громче, он больше работает. Когда тише, то меньше. Вот смотрите, эта штучка, она дёргается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если нас это не спасло, добавляем ещё компрессоров. Например, вот этот вот Вейсовский Пик Тек. Совершенно потрясающий. Он очень быстро срабатывает и помогает вот такие вот всплески, выплески вот этих вот очень резкие и быстрые прибрать. Замечательно, справился. Если бы он не справился, то меня вот здесь вот припасён ещё и тренажный дизайнер, чтобы подрезать атаку. И ещё один компрессор. Он уже более медленный, чтобы тоже стабилизировать. Но вот, в принципе, вот в этой партии нам хватило одного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, просто не могу наслушаться. Не могу наслушаться. Качает и качает. Тащит. Аранжировка удалась, по-моему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, а вот тут вот мне хочется дилейчика подбавить такого серьёзного. Попробуем, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательно. Единственное, что, наверное, надо его всё-таки отправить в тот же канал, в котором сама гидка... И так, и многовато восьмого дилея, который, похоже, у нас прямо в плагине есть. Сейчас поменьше я сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, волшебство. Что там ещё у нас осталось? Соло-гитара. Ну, послушаем, что у нас соло-гитара делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А вот на эту гитарку мы дадим другой реверочек. Не буду я в комнату посылать в рум, а пошлём её в вокальный плейт. Вот, смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота. Это просто уже такая художественная реверация, чтобы наш соляк летал красиво и возносил слушателя вдалу. Или как это? Вдале. В общем, вдаль. Ну что? С гитарами покончено, что ли? Получается, что так. Вот они все наши гитарки прекрасненькие. Все звучат, все работают. Переходим к клавишам. Так, ну что ж. Клавиши. Самая главная партия у нас с клавишей это плаг, которая, в общем-то, взаимодействует с гитарой. Фактически, я, получается, вместо второй гитары сделал клавишную партию. У нас будет с одной стороны гитара, с другой стороны клавишная. И так, в общем-то, я планирую весь альбом. Вот такая фишечка будет. Посмотрим, что она играет у нас просто так. Мне нравится. В общем, можно ничего не делать. На самом деле, мы же эти клавиши, когда я делал аранжировку, то есть я уже тогда, сразу практически, делал какую-то эквализацию, чтобы мне это нравилось, как она звучит. И она более-менее звучит изначально уже нормально. Так что можно ничего практически не делать. Так, BX Solo что-то у нас делать. Монофонизация, что ли, у нас тут была? Да, монофонизация. 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 Разве что, единственное, что чуть-чуть ее поддравить, подтеплить чем-нибудь вроде декапитатора. Декапитейтер. Сейчас посмотрим, где-то у меня тут. В темплейте должен был быть. Гитара немножко подгружена, и чтобы клавиши соответствовали этой гитаре, как бы примерно в ту же степь звучали, наверное, надо тоже подгрузить немножко. Смотрите, у нас нет никаких сендов, ни реверов, ни дилеев. Я использую реверы-дилеи, которые были в инструменте изначально в аранжировке. В принципе, я же тогда же, используя свой вкус, подобрал это. И почему я не должен себе доверять? Я себе доверяю, мне нравится. И в такой поп-музыке совсем не обязательно иметь какое-то общее объединенное пространство для инструментов. Это, может быть, в люди традиционно нужно. А в такой музыке, наоборот, когда каждый инструмент со своим собственным ревератором, это даже мне больше нравится. Меньше какой-то каши, больше конкретики в звучании, больше разделения инструментов, потому что каши и так хватает. У нас сейчас скрипки включатся, и там такая каша пойдет. Так что вот, простенько все. Оставляем просто аранжировочные наши треки и ничего с ними не делаем. Наверное, примерно то же самое будет и с другими клавишами. Что там у нас? Родс, родс. Так, пока нормально. Оставляем. Что там у нас? Соло пианино. Ну вот, разве что соло пианино подзаморочимся немножко. У меня есть темплейт для этого пианино. Возьмем со скобом настройки канала. Так. Продолжение следует... 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 так что там у нас еще осталось клавиши все включены сейчас походу баланс всего этого дела у нас устаканится так, замечательно так, ну что, по-моему осталось только скрипки из инструментальных треков так, посмотрим что у нас со скрипками я очень просто делаю всю струнную группу завожу в одну шину на самих каналах вот этих скрипок никаких обработок не делаю просто общую обработку уже делаю на шине в принципе это оправданно, если надо получить струнный ансамбль если бы у нас были там, скажем, соло скрипка индивидуальная скрипка, велончель можно было бы то же самое примерно делать но на каждом канале обработка но я считаю, что вот в такой вот оптовой обработке есть смысл когда нам надо получить один струнный ансамбль с одной обработкой так и вот опять же шины скрипок у меня как обычно подрезана немножко атака сустейн прибавлен как раз, чтобы эти скрипки больше разливались опять же жирности прибавляем с помощью полтека вот какой-то там эквалайзер с прошлой записи остался скорее всего он подойдет без изменений сейчас проверим компрессор небольшой видимо, чтобы подрезать самые какие-то выбросы ну и естественно смягчаем все магнитофончиком с винтажной пленочкой на 15-й скорости скрипки достаточно резкий инструмент чтобы они мягко играют ну и сэнды понятно дилей и как раз вот помните я вам говорил, что самый большой ревибератор который отдельно здесь только на скрипке задействую в этом проекте там еще есть одна хитерсть кстати я вам в тот раз забыл сказать что перед этим ревибератором стоит еще эхо бой это дилей с небольшой задержечкой видите там 1.16 то есть это такой при дилей организует и посыл уже в ревибератор это у нас сигнал который полностью мокрый который уже как бы пропущен через имитацию пленки со всеми модуляциями то есть он еще больше размазывается для скрипок это вот самое то что надо ну естественно после таких ревибераторов там надо и низ подрезать чтобы не было мути по низу иногда и вверх подрезать хочется но там как правило в таких ревибераторах и вверх можно подрезать это не тут сразу вот здесь низ кстати можно подрезать сразу прямо в плагине так ну что ж давайте сделаем микс наших скрипок прекрасненьких так так пошла вялончель опять же я вот на слух сейчас нагружаю этот наш канал со всеми компрессорами которые там есть что-то что там у нас из компрессоров опять же лейтуэй да и обычный технический компрессор посмотрим что с ними происходит в процессе этого нагружения а на слух просто чтобы оно звучало плотненько компрессировано и немножечко подрезались пики забыл я петлю организовать для этих скрипок надо же петлю организовать лейтуэй просто божественная музыка вот еще такая штучка интересная что многие группы думают что если мы запишем струнный оркестр прямо-то настоящий оркестр там нас фильме оплатим всех музыкантов позовем то будет лучше на мой взгляд не всегда что иногда вот такой маленький состав даже квартет или там актет секстет для рок-музыки работает лучше потому что в рок и в поп-музыки у нас все инструменты in your face близкий и струнный ансамбль большой в большой студии он слишком далеко уходит слишком сильно отваливается от нашего микса а мне хочется такой вот все чтобы было in your face и даже скрипки чтобы у нас работали так и не фейс тогда вот малый струнный ансамбль для таких вот поп-рок групп лучше работает так продолжаем а ну да кстати поскольку у нас мало ансамбль все-таки маловато плотность этот квартет смотрите он звучит довольно жиденько то есть слышно мы слышим каждую скрипку виолончель альф послышал отдельно поэтому я медишны исходные черновые скрипки на самом деле просто немножечко подмешиваю они сами по себе довольно дурацкие караочные такие медийные но это и хорошо в данном случае потому что они размазанные не конкретные как раз они слишком вот эту большую конкретность которая сейчас нас ну то что я говорил речь про оркестр который слишком далеко жестко слишком близко 4 человека которых мы прям слышим каждый скрип каждого смычочка и мы как раз подмесом этого медьюшного дела все это немножечко под размажем так сейчас я их сгруппирую чтобы можно было нам их всех вместе посмотреть сколько нужно подмешивать к живым прекрасненько мы все это поняли по панораме дело видите плюс минус 70 тоже такое обоснованное решение не делать как вот обычно струнный ансамбль раскидывают прямо так вот по всей панораме вот такими палками елками чтобы они занимали все пространство я все-таки делаю их две таких конкретных палки слева справа чтобы они не занимали пространство для вокала например там для баса для малого барабана кстати малом барабане может быть и вибратор добавить сейчас посмотрим так и посмотрим сколько сендов нам надо на это дело а а а а Субтитры подогнал «Симон» Так, ну что, по-моему, замечательно. Сейчас послушаем, как оно слушается в начале песни. Так, ну что, по-моему. Так, ну что, по-моему. Так, ну что, по-моему. Так, ну что, по-моему. Замечательно. Мне очень нравится. Вот, единственное, что подумалось мне, что на малом барабане прибавить бы реверочку. Вот у меня тут есть заготовка для этого дела. Сейчас мы его включим. Так, где у нас тут малый барабан начинается? Так, без него послушаем. Тот же самый литл плой. Со всеми сопутствующими ревербераторами. Там тренджерный дизайнер, эквалайзер, гейт. Гейт, чтобы у нас не лезло все остальное, кроме малого барабана. Чтобы только малый барабан прорезал в ревербератор. Так. 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 Подписовка готова. Осталось только вокал и бэки. Вот, что еще я сейчас заметил, пока слушал. Что у нас немножечко выпрыгивает плак. Т.е. он очень резковатый иногда. У него динамика тоже очень большой. Сейчас мы подрежем компрессором динамику этого плака. и то же самое примерно с контрапунктовой гитарой очень резкая атака у нее она как бы выстреливает вот смотрите вот здесь вот атака у этой гитарки вот этой рисковато ну совершенно элементарно делаем как как всегда тренджер дизайнер ставим и вот для этого случая более музыкально будет без резкой атаки и с плаком сейчас будем разбираться вот этот наш плак прекрасненький у меня есть на это всегда как всегда стандартная цепочка выисовский шестьсот шестидесятый обычное такое дело когда нужно что-то сильно компрессировать например вокал ставим два компрессора один быстрый потом медленно добиваем вот это быстрый и добиваем медленным лейтой и и и и и замечательно вот плак тоже встал на свое место он уже перестал выпрыгивать все время с каждым резкой своей атакой сюда к нам из колонок и занял какое-то свое место в фанере и в общей музыке замечательно но вроде бы все с минусовкой переходим к вокалу то же самое с вокалом что и обычно сначала я определю сколько заводить его вот я как обычно вывожу себе лимитер и компрессоры для того чтобы глазами тоже контролировать все-таки и глаза и уши нам нужны для этого дела здесь кстати вот я в качестве быстрого компрессора тип тэк эмуляцию тип тэка взял в качестве медленного эмуляцию lay 3 и даже они 2 для вокалами как-то он больше нравится немножко более мягенькой плавно работает так где наш прекрасненький вокал вот он и 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 Истерзанная, бутонно в резком части Порезанная, мазками резкими таре Сонная, ипорная Холодно и невозможно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою драж, драж, драж Сердце и скромсенное Истерзанное, бутонно в резком части Ну вот замечательно, оно в принципе уже звучит Тем более, что этот шаблон из альбома у нас остался от других песен В общем-то все аккуратно и тонко я уже настроил для Олиного вокала Так, но все равно, тем не менее, нужно пробежаться по всем плагинам И проверить уже более дотошно все Истерзанная, бутонно в резком части Порезанная, мазками резкими таре Сонная, ипорная Сердце Истерзанная, бутонно в резком части Порезанная, мазками резкими таре Сонная, ипорная Холодной невозможно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймешь Мою дрожь, дрожь, дрожь Сердце Искромсенное Истерзанное Бутонно в резком части Порезанная, мазками резкими таре Сонная, ипорная Сердце Так, что-то я там задел случайно Видимо громкость гитары Сейчас вернем В Cubase есть анду микшера Да, клин волюм что-то я задел Клин волюм что-то я задел Клин волюм что-то я задел Сонная Порезанная мазками резкими нарисованная и порванная сердце и скромченная и стерзанная бутылка в резком части порезанная мазками резкими нарисованная вот это вот диэссер, причем очень хороший диэссер, который, по-моему, эти эски вычисляют не динамически, как обычный диэссер, а алгоритмически, то есть как мы глазами видим, когда картинка на букве S, то есть он look ahead, так сказать, вперед ищет эти эски. И еще такая маленькая особенность в диэссере, обычно все ставят их до компрессоров, а я вот ставлю их после компрессоров, мне кажется, что он так эффективнее работает, потому что если поставить до компрессоров, он будет заметно работать и будет не хватать, и можно тогда будет вручную, прям каждую эссочку вот так вот в вокале найти. В принципе, я так раньше делал до появления вот этого Сибелинса в эссерском, а сейчас Сибелинс вполне справляется, можно даже и вручную не делать это. А раньше я по всем эсскам проходился, вот прям вот так вот выделял их, вот так вот прибивал на треке. Ну, смотрите сами, как вам удобнее. Некоторые считают, что это прям вот лучше руками. А я считаю, что Сибелинс справляется прекрасно сам. Сибелинс «Сибелинс» Интересный такой плагин дальше. Сатурация на вокале. Тоже сатурация. Сейчас я вам покажу, вы сами услышите, как она работает. Смотрите. То есть наш вокал наполняется гармониками разнообразными, которые генерятся, но что-то вроде того, как вот ламповые приборы насыщают гармониками наш сигнал. И иногда, когда микрофон слишком нейтральный и, допустим, не ламповый не окрашивают очень сильно, то вот этот софтюбовский сатуратор прекрасненько справляется. И сразу у нас получается, как будто мы писали через ламповый микрофон со всеми этими богатыми гармониками. Но здесь мы Олю и так через ламповый писали хороший микрофон, через ламповый приамп мы писали. Что-то мне нормально и так хватает этой ламповости. Сейчас попробую отключить просто. «Зад луной светящееся небо, бренный и нистовый мираж, ты в глаза посмотришь только слепо». Нет, все-таки он помогает чуть-чуть вот самую мизерную сделать, если эта сатурация помогает. Вокал без нее отдаляется, становится менее конкретным и не таким вот он становится «in your face», как это модно в современной звукозаписи делать. Все-таки есть смысл. Даже несмотря на то, что у нас ламповая ламповость и так уже ламповая, еще мы ламповости добавляем. Ну и в конце магнитофон. Не будем на этом останавливаться, как обычно. Что еще у нас по вокалу? А, ну посыл на эффекты, конечно, надо на вокале сделать, покрутить. Хотя у меня он сразу стоит. Я люблю уже делать все настройки вокала, эквализацию, компрессию, в общем миксе уже, чтобы было слышно, как все это работает со всеми инструментами, со всеми минусовкой. Ну и то же самое и с посылом на эффекты. И помните, я в начале, когда про структуру шаблона объяснял, как у меня организованы посылы, у меня посыл идет на вокальную шину эффектов отдельную, а оттуда уже конкретно там на дилей, на ревер, на короткий дилей, на восьмой, на четвертый дилей. Вот общий посыл на дилей, на эффекты. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот какой-то компромиссный вариант, чтобы и вокал еще был не совсем сухим, потому что смотрите, без совсем, если не посылать, как некоторые там делают, то что уместно в блюзовом ладу, например, там, почему американские поп-певицы часто практически без эффектов звучат, и это очень круто слушается и певцы, потому что блюзовый лад, он наоборот, он, когда ты близко, как будто находишься в блюзовом клубе небольшом, и вокалист прямо перед тобой, и это круто звучит, ты каждый слышишь там, каждый шорох на связках. А вот в российской культуре и, в общем-то, в европейской музыкальной культуре в целом, у нас песни преобладают в миноре, в мелодическом миноре нейтральном, и здесь, наоборот, вот эта вот сухость, она вредит, и как раз лучше ревибератора добавлять, и какая-то более такая волшебная полетность. Ну, сейчас, конечно, уже в звукозаписи нет никаких правил, это так и так, но это просто вот такие общие соображения, я сказал. И, смотрите, вот мы сейчас послушаем соло, если вокал ревибера довольно много. Над луной светящееся небо и дилейв. Но в общей музыке надо делать так, чтобы он был ненавязчивый и незаметный, просто усаживал, делал там какую-то художественную красивую картинку, но не давлел и не был слышен прямо уж. Вот как будто мы его выключили даже, да, когда уже в общей картинке. Так, ну что ж, давайте я вам еще покажу. Мне нравится соотношение дилеев и фриверов, но я вам покажу. Вот видите, vocal to fx у нас посыл. Покажу вам эту шину отдельно. Так, где она? Вот, смотрите, здесь у нас на этой шине уже идут посылы на два дилея, холл, плейт наш, но я не буду трогать соотношение, мне оно нравится прямо вот, замечательно. Я помните, объяснял вам, что здесь тренжерный дизайнер и диэсер, чтобы эски не размножались с реверами, а тренжерный дизайнер, чтобы атаку слезли, чтобы тоже более плавный сигнал шел в ревер и в дилей. Потому что нам смысл дилея хорошего как раз в том, что он должен сильно отличаться от основного сигнала, чтобы он не смешивался с ним, а был такой сглаженный, модулированный, без верха, без низа. Вот. Ну что, с вокалами готово. Теперь осталось бэки. Бэки, вот видите, у меня тут сделано как, есть две шины для бэков, для близких бэков и далеких бэков. Но у нас в этой песне только близкие бэки, поэтому далекие у нас деактивированные, не нуждая нам. Это, допустим, когда у нас близкие, скажем, даблы, например, которые должны быть довольно слитно с основными вокалами, так же близко примерно, как он слушается, а далекие, скажем, какой-нибудь там а-а-а, которые можно как раз размазать ревером, отдалить, там, компрессии побольше дать. Но в данном случае у нас одна шина бэков задействуется. Тоже как и со сливками, к бэкам я очень просто подхожу. Все их голые, эти бэки, бэковские треки, хоть их там, не знаю, 15-16 будет, засылаем в одну шину с бэками и там делаем общую обработку. Все совершенно стандартно. Тренжин дизайнером срезаем, атаку релиз тоже иногда срезаю, эквалайзером срезаем тоже все, что можно. Вверх срезаем, там, бубнеж микрофона, как обычно, вот этот вот вынос мозга в этих бэках срезаем. Сейчас послушаем. Вот, а сами бэки, вот они совершенно голые. Видите, никаких инсертов, ничего, просто посылаются на шину бэков и общая обработка у них. Так, сейчас единственное, что надо их разгруппировать, вернее наоборот. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, это прекрасно, мне это очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, прекрасненько. Ну, и бэки эти тоже на дилей, там, на небольшой реверок, но не такой большой, как вокал, не на плейт, а на холл более короткий, на 140-й. Если помните, у нас там в шинах эффектов они были. Вот холл. 140-й он у нас был покороче, чем ревер на вокале. На вокале тут у нас сколько там, 3 секунды. А здесь вон две с половиной. Две с половиной, что-нибудь, да. Субтитры сделал DimaTorzok Мазками резкими злари. Весомная и горная. Тут холодный день. Так, ну что ж, теперь осталось сделать автоматизацию. В этой песне аранжировка настолько прекрасна, что автоматизация практически не требуется. Ну, как минимум, конечно, надо сделать автоматизацию на куплет-припев. Вот, вися фейдер на вокалы с бэками. То есть, куплет, поскольку там нету этих бэков, он в целом, вокал слушается тише. Поэтому в куплетах надо приподнять вокал. А в припевах мы уже его оставим. Какой получился. Так. Посмотрим. Под луной светящееся небо. Бредный и неистовый мираж. Ты в глаза посмотришь только след... Так, замечательно. Безная, мазками резкими злари. Весомная и горная. Холодно и невозможно. Холодно и невозможно. Ты так на луну похож. Если ты когда-нибудь поймёшь. Если ты когда-нибудь поймёшь. Я бы вот прям фейдером прошёлся вот эту автоматизацию, прорисовал бы всю по всей песне. И не только вокал. И гитары, и инструменты. Но здесь у нас поп-песня, где все эти громкости автоматизации задаются аранжировкой грамотной. То есть, что вступают инструменты какие-то в нужный момент. Меняются там партии и получается правильное развитие, правильная динамика. Так, ну что ж. Последний штрих остался. Это дыхание в вокале прибрать немножко. Это я делаю автоматизацией гейна на вот этом вокальном треке на голом. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Вот такие вдохи. Это вот я сделал выравнивание курсора, чтобы он попадал на нули в волне нашей. Тогда нам фейда особо не понадобится. Ты в глаза посмотришь только слепо, не увидев призрачный пейзаж. Слепо, не увидев... Слепо, не увидев призрачный пейзаж. Слепо, не увидев призрачный пейзаж. Отлично. Ну вот у нас такой заборчик получился. Если нам понадобится во все это прибрать или убавить, вот мы вот таким одним движением можем уровень всех наших дыханий поднять или прибрать. В протузе такое не получится. Так, ну что ж... Практически все с нашим миксом. Осталось только мастеринг подкорректировать. Но вот поскольку мы... Помните, я говорил, что я люблю сводить под мастер шину уже готовую, включенную. И волей-неволей мы делаем такой идеальный микс под этот мастеринг. Но, конечно же, там все это как всегда, как кромысл. Тут прибрали, там полезло. Тут убрали, тут прибавилось. И поэтому такие вот качели надо постоянно туда-сюда возвращаться. Но в этой песне как-то удачно у нас получилось. Не пришлось корректировать мастер шину во время сведения. Но вот теперь, конечно, обязательно надо подкорректировать и посмотреть. Смотрите, что у нас творится с мастер шиной. Вот здесь у нас... Как я корректирую, опять же, по общему принципу вход в мастер шину. Вот есть такой у меня здесь эквалайзер, я показывал. И у него есть input gain. И мы можем сейчас совершенно спокойненько input gain вот этой ручкой вот так вот регулировать. Видите? Так, и выберем сейчас какой-нибудь припев, где у нас звучат скрипки. И на нем это все попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, замечательный микс. Можно сжать сколько влезет вообще и искажения вполне приемлемые. Ну, я все-таки тогда пока отменю. Оставлю разгон такой, какой получился при массе, при миксе. Потому что, на самом деле, скорее всего, он и самый лучший. Потому что он собирался долго, постепенно. Но, конечно, сейчас мы все равно проверим, что у нас творится во всех этих лимитрах прекрасненьких. Вот, скажем, финальный лимитер. В принципе, я уже по своему опыту знаю, что в этом альбоме какая громкость, в частности общее среднее, что вот этот финальный фронтир, кстати, он не совсем финальный, там еще озон добивает, должен, минус шести пики должны достигать довольно редко. И поэтому, скорее всего, сейчас эта песня у нас будет громче, чем остальные песни в альбоме. И надо все-таки прибрать, к сожалению. Потому что, к сожалению, потому что поедут, балансы поедут. Сейчас баланс вокала, малого изменится. Вот это вот та самая подстава, про которую я говорил, что когда отдаешь на мастеринг кому-то, то все балансы едут. И даже пространство едут, даже панорамы. Ну и я вижу, что у меня вот здесь вот разгон в припевах в среднем вот в этом альбоме был, там где-то минус 9, но минус 8 редко, когда действительно скрипки играют, как здесь. Так... Смотрите, как я делаю. Вот этой ручкой заход в мастер-секцию всей нашей фонограммы, а вот этой ручкой громкость в колонках. Я как бы компенсирую их, кручу туда одновременно, в противофазе туда-сюда, чтобы на примерно одинаковой громкости слышать, какие искажения появляются в фонере, то есть, что меняется при разгоне большим или меньшим. Музыка Сердце Искромсенное Истерзанное Будто бы фреска на части Порезанное Мазками резкими нарисованное И порванное Сердце Искромсенное Истерзанное Истерзанное Метонно Весками части Порезанное Мазками резкими нарисованное Этот прекрасный лимитер двухполосный МС нам позволяет сейчас низ отдельно компрессировать, отдельно поднимать и опускать. Сейчас послушаем, что у нас с низом творится. Истерзанное Сердце Искромсенное Истерзанное Истерзанное Будто бы фреска на части Порезанное Этот пережит Истерзанное и Истерзанное Истерзанное Сердце Искромсенное Истерзанное к Сердце нескромсенное, нестерзанное, будто бы в резком части порезанное, Мазками резкими нарисованное и порванное. Сердце нескромсенное, нестерзанное, будто бы в резком части порезанное, Мазками резкими нарисованное и порванное. Сердце нескромсенное, нестерзанное, будто бы в резком части порезанное, Мазками резкими нарисованное и порванное. Сердце нескромсенное, нестерзанное, будто бы в резком части порезанное, Мазками резкими нарисованное и порванное. Сердце нескромсенное, нестерзанное, будто бы в резком части порезанное, Мазками резкими нарисованное и порванное. Сердце нескромсенное, нестерзанное, будто бы в резком части порезанное, Мазками резкими нарисованное и порванное. Ну, это я вот настраиваю соотношение всех этих лиметров, такое вот коромысло туда-сюда, тут подтянул, там полезло, чтобы искажений тоже не было и чтобы и плотность фанеры какая-то сохранялась, потому что иногда нужно просто для того, чтобы склеились все инструменты и качали, требуется даже разгон, не только для того, чтобы участвовать в соревнованиях громкости. То, что там, скажем, YouTube Music потом это прибьет до минус 14, даже иногда не так важно, как то, что хочется склеить весь наш микс в такую колбасень для современного звучания. Но, опять же, я стараюсь делать так, чтобы искажений было немного. Вот на этих колонках, конечно, все искажения прекрасно слышно, потом у людей это будет далеко за пределами их колонок, скорее всего, кроме вот обладателей, конечно, high-end и hi-fi, но их там сколько-то, 2%, но для них все равно остается хорошее качество. Я не жму так, чтобы это прямо там уж искажало. А, ну и, кстати, вот компрессор тоже у меня до этих лимитеров стоит. Один из таких вот наиболее приятных мастеринговых компрессоров. Плагин Альясовский Iron. Тоже на вкус и цвет, как говорится, и под разную музыку они разные, но вот под эту музыку на данном этапе для этого альбома мне это нравится. Какой-то он мягенький такой, резиновый прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Вот видите, даже меньше децибела компрессия. Так, ну что ж... Ну и надо попробовать посмотреть верх, если поддать. Это вот любимая операция всех мастерингов инженеров Верхов валить, чтобы потом у людей кровь из ушей шла. Но я не люблю так, но чуть-чуть надо, конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и там пики у меня добивает озон. Пики добивает озон. Даже на этом не стоит акцентироваться. Это просто как некая замена того, что вот старые мастерингов инженеры перегружали конвертеры, которые имеют хороший алгоритм перегрузки. Звучит музыка И вот 0,9 децибел с большим-большим запасом никогда не дойдет до нуля и до перегрузки. Так, ну что еще... Еще потом я на свежее ухо завтра послушаю, как эта песня в контексте альбома. Допустим, как она после предыдущей песни будет слушаться, перед следующей. И сейчас это уже слушать бесполезно. Сейчас вот я настроил просто мастеринг в зависимости от своих каких-то критериев, таких творческо-технических, чтобы не было искажений, чтобы склеилась фанера. Вот. Но еще в контексте альбома обязательно надо будет на свежее ухо в простых вот телефонных затычках послушать. Так, что еще? Сейчас еще... Еще я послушаю сейчас на всех вот этих колоночках. на однополосных, на двухполосных, на трехполосных мы уже послушали, на вот этой колоночке, на Bluetooth-колонке обычной совершенно, в которой молодежь и будет слушать, на наушниках телефона сейчас послушаю. Но вам-то это уже что-то смотреть за этим, как я все это гоняю по кругу эту фанеру. Я уже без вас тогда это сделаю. Сейчас я это сделаю и вернусь к вам. Сделаем финальное окончательное прослушивание. Так, ну что ж, финальные сбросы прослушивания. Правда, вот я вот еще заметил, что в вокале там щелкают слюни. Надо будет с этим поразбираться. Ну, вам это, в принципе, не интересно. Смотрите, вот как это делается. Так. Мы тут можем эти слюни просто карандашиком подрезать. Вот мираж. Слышно, да? Сейчас мы в этом месте карандашиком нарисуем что-нибудь от балды. И посмотрим, как это случится. Истовый мираж. Ну, вот уже практически незаметно это. Истовый мираж. Истовый мираж. Ты в глаза... Вот в общей музыке, наверное, будет незаметно. Послушаем. Истовый мираж. Практически незаметно. Так. Но это я потом уже один без вас пройдусь. Потому что это долго, муторно. И ничего интересного в этом нет. А сейчас давайте финальное прослушивание. Я вот знаете, как делаю еще? Заодно сбрасываю сразу файлы прямо в проекте. Не потому что я там из секты тех, кто не верит в баунс. Или наоборот, кто считает, что типа там сбаунсенный оффлайн или онлайн. Или в реальном времени файл. Звучит как-то волшебно по-разному или по-одинаковому. А потому что мне просто нравится, что проект живой. Что все видно, все редактируется. Можно, не знаю, там, если забыл какую-то автоматизацию в конце, скажем, хотел там фейд-аут какую-то сделать. То пока она баунсится, проект живой, рабочий, мы можем сделать. Индикаторы, опять же, все дергаются. Все ручки живые. То есть можно что-то подкорректировать. И, скажем, уже в следующем сбросе уже будет сброс этой коллекции. Все равно же этих сбросов будет там два или три. На этапе, пока будут правки, будет какой-то первый этап правок. Второй этап, это неизбежно практически. Вот. И плюс еще, почему мне так нравится сбрасывать. Глазами видно, пережато или не пережато. Вот если, скажем, совсем у нас колбасень без каких-либо там провалов, то есть нету даже забора из наших елок. Ну, короче, волна в кирпич превращается. То явно мы пережали. А если нет, то нормально. Не пережали. Можно глазами контролировать дополнительный контроль всего нашего процесса. Это же звукозапись, это же не только творческая работа. Это еще и техническая инженерная задача. Вот с инженерной точки зрения, наверное, стоит посмотреть на форму волны. Так. Что-то еще у меня тут. Старт песни не в том месте. Я смотрю почему-то. Вот здесь он должен быть. Так. Ну что ж. Попробуем. Это не совсем финальное прослушивание. Это просто вот, чтобы завершить наш ролик прекрасный, нужно какой-то результат показать. Но на самом деле, конечно, я потом еще сделаю правки. Правки правок. На свежее ухо послушаю. Завтра послушаю. Доведу все это до идеала, который мне кажется идеальным. И выложу в качестве ссылки под видео. То есть, вот просто вы сами потом этот файл можете скачать. Или, не знаю, там в стриме он будет. Тоже ссылку на стрим дам. Сами послушайте, что в финале получилось. Будет просто чуть-чуть что-то заточено. Я на самом деле даже сам уже не вспомню, что там, если мне показать два этих файла, которые сейчас в день того, как мы песни закончили и будет издан на стримах, я сам не пойму в чем разница. Но пока я погружен в проект, я слышу эту разницу. Ну и плюс, конечно, вот этот вот сброс идет. Это же пожатое видео, которое захватывается. Вы, к сожалению, не слышите всей красоты 2496, вернее там 6496, которую я слышу. Вам вот этот вот скринкастер, он уже сразу жмет там 16 бит, и вы слышите уже деградировавшее качество. А в ссылке под видео я дам ссылку на исходный файл 2496. Ну что, послушаем, что получилось. Кстати, забыл сказать, когда бэки делали, что я их еще компрессирую. Вот там 1176 довольно так сильно, там под минус 10, чтобы они были как инструмент такой, как пэт, не прыгали туда-сюда, не мешались вокалу, сидели на своем месте. Так, ну хорошо. А еще вот маленький нюанс. Видите, я шину микс пишу отдельно, без мастеринга, чтобы сразу у нас был файл без мастеринга. На всякий случай, если потом сборник куда-то пойдет это, например, или там для винила отдельный мастеринг делать. Вот видите, без особых усилий у нас сразу два файла возникает. Так, ну ладно, включаем. Луной светящееся небо, бренный и неистовый мираж. Ты в глаза посмотришь только слепо, не увидев призрачный пейзаж. То, что вижу, не увидят люди, то, что слышу, запишу в тетрадь. Так зачем же мы напрасно будем Разные полотна созерцать Сердце И скромченное Сердце И скромченное Сердце И скромченное Бутон И скромченное Не скромченное Москами резкими Нарезанное И порвано Холодно и невозможно Ты так на луну похож Если ты когда-нибудь поймёшь Мою дрожь, дрожь, дрожь Сердце искромственное Истерзанное Будто мы фреска на части Порезанное Мазками резкими нарисованное И порванное Сердце искромственное Истерзанное Будто мы фреска на части Порезанное Мазками резкими нарисованное Ты узнаванная и порванная. Сердце искромсанное, истерзанное, Будто бы фреска на части порезанная Мазками резкими нарисованная И порванная. Сердце искромсанное, истерзанное, Будто бы фреска на части порезанная Мазками резкими нарисованная И порванная. Сердце искромсанное, истерзанное, Будто бы фреска на меньшее Но для anderes осталось. И polar about the servers Стоимость, истерзанное, истерзанное ну что друзья спасибо что посмотрели все это дело я понимаю что 11 часов ну или там четыре часа кто смотрел только вторую часть это жутко много но я надеюсь что все-таки в этом был смысл что что-то вы почерпнете отсюда вот файлы сами вовки трекинга этого этого проекта я размещу ссылочку под видео также будет ссылка на все стриминговые платформы где можно послушать будет уже изданную эту песню в составе альбома также ссылочку на вовку 2496 финальную оставлю вот так что кто досмотрел для того будет большой подарок файлы этой песни можно будет самому закачать свою любимую программку и покрутить повертеть ну что друзья ну вроде бы все спасибо извините что может быть что-то было не так это может быть были ошибки тупление замедления я все-таки я не лектор не преподаватель я звукорежиссер аранжировщик музыкальный продюсер вот я впервые снимаю такое серьезное видео так что уж ну что желаю вам прекрасных работ прекрасных клиентов много денег успешной карьеры пока друзья